для, скажем, ознакомления, как проводится дебата. То есть можно говорить, что то, что остается в Сколково, остается в Сколково и сказано в Сколково. Я представлю вначале программу Стартап Академия, представлю себя и представлю наших спикеров. Меня зовут Юрий Митин, я закончил бизнес-школу Сколково в 2013 году, программу Executive MBA. С 2014 года я директор программы Стартап Академия, программа, которая направлена на то, чтобы развить и прокачать собственный бизнес, причем вне зависимости от того, до этого вы создавали бизнес или нет, есть такие возможности у нас. До этого у меня был небольшой опыт корпоративной, работал в Ситибанке и на протяжении последних 10 лет занимался стартапами. Был основателем небольшого пассивного фонда «Бизнес-инкубатор МГУ». И последние годы я вот уже в школе Сколково возглавляю все, что связано со стартапами, привлечением инвестиций и как этот бизнес запускать. Касательно сегодняшнего мероприятия. В самом начале я буквально 10 минут расскажу о нашей программе, для кого она направлена, какие есть выпускники нашей программы. Кстати, некоторые студенты-выпускники, я вижу, у нас находятся в зале, поэтому если что, можно будет их поймать в перерыве и поговорить с ними лично. И дальше будет у нас полярные такие позиции. Корпоративная карьера или свой бизнес? Нужно ли делать этот переход? В каком возрасте его нужно делать? Какие нужно себе вопросы задавать? Какие вопросы, может быть, не стоит задавать, поскольку если очень много вопросов задавать, никогда этот переход не состоится? Какие есть ментальные ловушки, которые каждый-каждый себя может поймать? Ну и вообще у нас в бизнес-школе «Сколково» принято обмениваться мнениями достаточно открыто. Теперь давайте узнаем из нашей аудитории, кто сегодня впервые приехал в бизнес-школу «Сколково», чтобы мы провели небольшую буквально информационную сессию для тех, кто в первый раз приехал. Отлично. Я вижу, что это около 15% людей. Давайте там первые слайды будут для вас, чтобы для ознакомления, где вы находитесь. Значит, это частная бизнес-школа, основанная в 2006 году предпринимательским сообществом и бизнесменами, которые входили в список Forbes и решили самостоятельно скинуться деньгами, чтобы построить лучшее образовательное учреждение в стране. В 2016 году бизнес-школе «Сколково» исполнилось 10 лет, и от идеи до реализации прошло чуть больше 10 лет. Есть какие результаты, которые достигла сама Московская школа управления, и те предприниматели, которые указаны здесь на слайде, они активно вовлекались в строительство, в создание этого проекта. Если посмотреть на цифры, за 10 лет в этой школе «Сколково» уже полторы тысячи выпускников абсолютно разных программ, от Executive MBA до Startup Academy. Есть целый отдельно корпоративный сектор. Вы можете даже посмотреть по количеству предпринимателей. Полторы тысячи людей, которые самостоятельно из своего кошелька вытащили деньги и заплатили за учебу. И 12 тысяч корпоративных сотрудников, за которые заплатила корпорация, поскольку она заинтересована в кадровом резерве, которые должны учиться в лучшей школе управления в России и странах СНГ. Среди клиентов крупные корпорации от нефтегазового сектора до телекома, то есть любые сферы, и в нашей базе уже такое большое количество экспертов, то, что, скорее всего, в любой индустрии, где вы сейчас работаете, у нас есть тот самый волшебный слово «нетворк», знакомство, что мы можем найти генерального директора, владельца бизнеса, либо директора департамента, поскольку он так или иначе проходил обучение по одной из этих баз. Если его в этих базах нет, он, скорее всего, записывает нас как эксперт, преподаватель, ментор, и мы можем тоже на него выйти. Поэтому, зачем люди поступают в бизнес-школу? Первое слово «нетворк». Он здесь обеспечен. Пожалуйста, вот эти цифры и результаты, это практика и достижение наших выпускников. Вторая причина – это образование, и для этого есть различные образовательные программы. Эти программы представлены здесь на слайде. Из классических программ для международного стандарта есть MBA и Executive MBA, где читаются международные профессора, читают на английском языке, где вы можете встретить профессора Стэнфорда, Оксфорда, Лондон Бизнес Кул, который приезжает конкретно на модуль, когда вы обучаетесь, дает вам международное знание по международным стандартам, и вы обучаетесь полтора года, и на выходе получаете такой хеликоптер-вью, то, что мы называем общий взгляд на тему ведения бизнеса, чтобы стать лучшим корпоративным управленцем, чтобы улучшить результаты в своем собственном бизнесе. И таких выпускников – это большинство в нашем сообществе. Если мы говорим из полутора тысяч, наверное, процентов 60-65, закончили международные программы, международного стандарта. Есть уникальная линейка образовательных программ бизнес-школы Сколкова, она представлена здесь по центру, это «Практикум для директоров», это «Малый и средний бизнес», где уже есть обороты, где есть сотрудники, где нужно менять в зависимости от реалий экономических бизнес-моделей, там каждый год, может быть, каждый месяц. И «Практикум для директоров» эта программа по количеству находится на третьем месте, я потом будет отдельно статистика покажу. Программа «Стартап Академия», при нем будут отдельные слайды, у вас есть буклет, о которых вы можете ознакомиться. И открытые короткие программы. Короткие программы – это 3-4 дня на конкретную тему, связанные с переговорами, с управлением изменениями, с внедрением диджитал в современном бизнесе. Есть целая линейка программ на следующий год. Корпоративная программа я уже отдельно сказал. Таких у нас выпускников более 12 тысяч. Теперь посмотрите на общий охват. То есть бизнес-школа «Сколков» в цифрах и по количеству выпускников. Значит, на первом месте, я уже говорил, «Executive MBA» и «MBA», это тот самый блок, который у нас занимает более 50% нашего сообщества. Программа «Практикум для директоров» и «Стартап Академия» уже каждая из них отучила больше 10 классов. То есть «Стартап Академия» набирается 14 группа. Это означает, что более 400 выпускников прошли обучение по этим программам и каждый из них дал обратную связь и какое-то улучшение. По программе «Практикум для директоров» там учатся в двух форматах. Либо директор-собственник, либо он идет индивидуально учиться, либо он приходит вместе со штабом и учится вместе с командой топ-управленцев в 3-5 человек. И в той и другой программе уже количество выпускников измеряется сотнями. Это означает, что программа адаптирована под задачи новых студентов, которые поступают. И их желания там учтены. Плюс есть у нас там различные темы, которые вы проходите, и они все так или иначе связаны с категорией бизнес, с категорией управления, с категорией как выстраивать свою карьеру, возможность, если вы получаете международный стандарт MBA и собираетесь получить повышение по должности или по зарплате. Либо как вы будете масштабировать свой бизнес. И вокруг этого есть целые такие исследовательские центры. При слове «Сколково» многие начинают думать, что «Сколково» это такой инновационный центр, где должны быть стартапы, где должна быть технология, где должен быть кто-то обязательно из правительства постоянно находиться, и какие-то репортажи даже сразу должны всплывать. Открою страшную тайну, «Сколково» это просто территория, которая называется деревня «Сколково». И вот это бедная, несчастная деревня, вокруг которой появилось очень много ассоциаций. Первый, тут есть квартал жилой, который продает квартиры, называется тоже «Сколково». Есть гольф-клуб рядом, называется «Сколково». Есть бизнес-школа, которая также называется «Сколково», просто территориально называется «Сколково». И инновационный центр, который появился чуть позже, школа, как я вначале говорил, появилась в 2006 году, инновационный центр в 2010. Его как раз цель это развитие инноваций, коммерциализация технологий, выдача государственных грантов. Там громадная территория, на которой выстраивается российская Кремниевая долина. Он только что оттуда приехал, вы знаете, за время строительства, я думаю, что ситуация будет чуть, скажем, меньшее количество объектов будет построено. По факту уже есть готовое здание, куда можно приходить, проводить различные конференции. Поэтому улучшения есть. Но мы, как бизнес-школа, имеем только общее название. С точки зрения акционеров, с точки зрения управления, мы частный проект для предпринимателей, для тех, кто хочет построить свою карьеру, свой бизнес. Инновационный центр это про развитие технологий. Поэтому мы сначала определились понятием. Мы сегодня в московской школе управления, в бизнес-школе, в частной, которая была построена руками и деньгами частных предпринимателей. Теперь, что касается стартап-академии. Мы сразу делим внутри администрации нашей школы, наших выпускников, на те категории, которые нам поступают. Люди, у которых есть идеи, но они при этом работают в корпорации и не хотят как-то узнать, как попробовать же себя в этом бизнесе. И для этого и специально создана программа, поскольку она сделана так, что вы не должны в первый день, скажем, поступления на программу написать заявление об увольнении. Вы должны написать анкету о вашей идее, чтобы эту идею оценивали. И в процессе обучения вы примите для себя решение, вам нужно запускать этот бизнес, вам нужно уходить с работы, у вас есть первый клиент или нет. И вторая категория, это уже предприниматели, у которых есть стартап, есть бизнес, есть первые клиенты, возможно, уже не первая, а уже бизнес существует несколько лет. И задача его масштабировать. Это две колоссальные группы наших студентов, которые обучаются у нас в различных классах и пропорции меняются в зависимости от набора. И третья интересная группа, которая, скажем так, прошла уже этот путь и называется бизнес-ангелами, частными инвесторами, которые заинтересованы вкладывать или не вкладывать в тот или иной проект. Ну, представьте, у вас идет обучение, в котором собраны представители разных профессий с разным опытом, и они все пришли меняться, и пришли все это делать на одной программе, и у вас есть возможность после 30-ти найти новых друзей-единомышленников, с кем вы вместе будете улучшать бизнесы друг друга, помогать выстраивать свою собственную карьеру, помогать добиваться новых результатов в деньгах, в привлеченных инвестициях, в менторах, в связях. Это все происходит еще в уникальном месте в России, бизнес-школе, которая была построена, в основном является лучшей и в странах СНГ, и в России. Теперь давайте посмотрим на структуру обучения по программе. Она идет, посвящена каждому из блоков как построения бизнеса. От блока выбора бизнес-моделей и идей до привлечения инвестиций. Каждый из таких блоков у нас делится на модули. В каждом из них есть преподаватели, которые дают вам знания. Кто такие преподаватели бизнес-школы Сколково? Это практикующие предприниматели. То есть мы не зовем международных профессоров, как это делают другие программы. Мы не зовем академиков из российских вузов. Мы зовем людей, которые строят свой бизнес и сейчас в активном рыночном управлении находятся. Желается hands-on. То есть просто поглощены с руками и ногами полностью в управление своим бизнесом и находят время прийти сюда и рассказать о своих методах управления. От этих преподавателей учатся наши студенты. И вот они здесь у нас указаны в качестве различных тем. Я потом покажу несколько примеров. Дальше у нас есть категория бизнес-коуча. Это конкретный эксперт, который занимается в той или иной дисциплине. Это может быть представитель инвестиционного фонда, быть инвестиционным директором, будет с вами говорить про финансовую модель, про то, как выстраивать, скажем, отношения с инвесторами. Это может быть владелец диджитал-агентства, который будет с вами говорить об онлайн-маркетинге. Как привлекать клиентов в интернете, какая стоимость привлечения, сколько будет вам стоить маркетолог, нужно ли его нанимать или нанимать для этого агентства. И он работает с вами в режиме, ну, еженедельном, если хотите, в режиме, там, еженедельные задания. И он вот отдельно вместе с вами работает либо в мини-группах, там, на 3-4 человека, в зависимости от того, какие у вас проекты. Есть третья категория. Это наш, так называемый, нетворкинг и возможность найти там ментора. Ментор – это выпускник бизнес-школы Сколковой программы Executive MBA с более чем 20-летним опытом в бизнесе. Либо это партнер-учредитель, либо это ректор, президент бизнес-школы Сколковой, который готов давать высокоуровневые советы на тему того, столь взаимодействия с государственными органами власти. Имеет ли смысл сейчас расставаться с партнером или привлекать нового партнера в развитие бизнеса? Это те возможности, которые предоставляет бизнес-школа и этими возможностями можно пользоваться не только на самой программе с точки зрения менторства, но и постфактум уже. То есть, после того, как вы закончили обучение, встречи с ментором могут продолжаться. Приведу пример. Вот один из менторов изображен здесь у нас на таком кубике, рекламном макете в нашей стартап-академии. Горно Хапитян. Он был председателем совета выпускников бизнес-школы Сколковой, дает был партнером-учрителем тройки «Диалог», сети ресторанов «Этаж» и частным инвестором. Один из наших студентов, он будет представлен чуть позже на слайде, зовут его, вот, тут, да, Ильхом Исмаилов пришел на программу с бизнес-идеей. И для тебя была очень простая интернет-ресторан, доставка плова. И ему хотелось найти с одной стороны инвестбанкира, который разбирается в инвестициях, а с другой стороны получить опытного человека, который сам строил целую сеть или потом его успешно продал. И он обратился к Горборисовичу с идеей, почему Горборисовичу у вас не дается время поменторить мой проект, это было в 2014 году. То есть Ильхом закончил в 2014 году. За это время у Ильхома получилось привлечь новый раунд инвестиций, найти, использовать онлайн-маркетинг, селеприти-маркетинг, он бесплатно доставлял плов различным звездам Facebook, Instagram, они делали про это фотографии отличные информационные посты. За это время он успел получить первое место на конкурсе Форумс. Недавно они запустили офлайн-точку, то есть из онлайн-десторан превратили в офлайн, у них есть в Кунцево-Пласт, там первая точка по продаже на Даниловском рынке. И это потихонечку масштабируется по опыту, которому дают бесплатные советы горборечных и петян. Казалось бы, то есть мог ли он к нему обратиться, когда он когда-то работал в тройке диалог? Наверное, мог, но никакой совет бы не получил. Это вот пример, как работает менторство. И из идей получился бизнес. Есть другая история, типичная корпоративная. Вот вам пример корпоративного человека, который пришел к нам на программу, будучи директором по продажам по России и СНГ крупной международной корпоратской телекоммуникационной оборудовании. Он пришел к нам, он совмещал работу и учебу, и у него была идея продавать такие мультикубики, детские гаджеты для просмотра мультиков «Союзмультфильма». Вот так они выглядят, на слайде представлены, с размером с ладонь, там умещаются, скажем так, в сумки, можете положить, взять с собой там куда угодно машину. И за время обучения Михаил все-таки решил уволиться. После того, как он прошел обучение, он нашел первых инвесторов. Один из менторов стал его частным инвестором, бизнес-ангелом. Потом он принял участие в федеральном конкурсе под названием «Стартап-вилледж», который проходил у нас там на территории уже инновационного центра «Сколково». Там занял первое место. Запустил краудфандинг, любую компанию в Америке, собрал там более 150 тысяч долларов и привлек инвестиции в проект. Хотя пришел типичный корпорат. Да это никакой бизнес не запускал. И вот из таких историй различных и успеха, где-то и не успеха, из истории перемен жизненных строится наша программа. Кто помогает эту программу строить, а вот говорил бизнес-коучи, пожалуйста, представители, владельцы диджитал-агентств, представители венчурных фондов, где там развещены деньги одного из партнеров-учредителей, человек, который построил сервис систему, там, мегаплан. Таких бизнес-коучи у нас около 10, в зависимости от программы мы делаем еще и фронтацию. Как студенты оценивают, какие баллы ставят, мы можем менять наших бизнес-коучей. Преподаватели, как я уже говорил, это все практикующие либо предприниматели, либо владельцы бизнесов, либо управленцы, которые дают свои навыки, передают их в рамках программы для наших студентов, ну, то есть, в режиме нон-стоп, вы потом можете к ним обратиться, и количество телефонной книги, новых номеров, мы так посчитали, в среднем растет от 80 до 120 новых контактов. Это студенты, с кем вы учитесь, это выпускники, это преподаватели, это бизнес-коучи, это сотрудники Московской школы управления, то есть, эти задачи вы реализуете здесь на программе. И в конце день инвестора, выступление на 3 минуты перед нашим закрытым клубом инвесторов, в котором сейчас находится более 100 частных инвесторов, бизнес-ангелов, под управлением у них суммарно 250 миллионов долларов, и они делают сделки в режиме, я бы сказал, необязательно публичном, какая-то новость на РБК, это может быть личная встреча после. Мы приглашаем, бывает, различных звезд этого венчурного рынка, вот здесь на фотографии Андрей Романенко, совладелец Киви, Оскар Хартман, компания Купиви IP и Карпрайз. И вот это был один из дней инвесторов, вот на фотографии Михаила Буховцев получил там диплом от нашего президента Московского управления Андрея Владимировича Шаронова о первом месте на день инвестора. Но это было там полтора года назад, никто не знал, что потом из этого вырастет целая отдельная история успеха, которую мы будем показывать в презентации здесь программы. Выпускников, как я говорю, у нас очень много, здесь индустрии абсолютно разные и с ними может быть отдельно пообщаться, познакомиться через наших консультантов, я потом отдельно их представлю, чтобы вы могли задать вопрос вообще, это бизнес-школа Сколкова под ваши задачи подходит или нет. Программа стартап-академии помогает решить те или иные задачи или нет. Разные истории успеха. Могу остановиться на примере, когда у нас даже бывают люди находят команду и создают проект именно здесь, объединяясь с точки зрения от поиска идей до реализации, то есть мы не предоставляем сервис под названием поиск соучредителей в бизнес. Мы здесь не HR-агентство, которое подбирает успешных предпринимателей. Но так сложилось, что вот у нас есть пример истории успеха Legal Space, это marketplace, такая рыночная платформа для подбора юристов по всему миру. И ребята познакомились здесь на программе, оба были корпоративными сотрудниками, решили бросить один карьеру в юридическом бюро, другой в маркетинговом агентстве. Сначала нашли два раунда инвестиций в России, после поехали в Соединенные Штаты и сейчас там развивают уже второй свой проект. Сейчас находятся в Силиконовой долине и развивают специальный чат-под, мессенджер, который помогает быстро подавать документы в различные посольства. Пожалуйста, наши выпускники, кто-то хочет в Силиконовую долину, вот у нас есть там наши люди, которые готовы помогать советами и так далее. Сообщество очень важно, более полутора тысяч человек, мы здесь не только про различные бизнес-ассоциации, ассоциации строителей, HR-директоров, клубы инвесторов, клубы независимых директоров. У нас здесь есть клубы по интересам, то есть можно будет объединиться в различную активность спортивную от триатлона нашей знаменитой команды триатлонистов, которые участвуют в различных забегах как в России, так и за рубежом до парусной команды, которая вырвала различные мероприятия среди европейских бизнес-школ в Европе. Это все уже ваши личные задачи, с кем вы будете объединяться и выравнивать отношения. Поступление к нам на программу идет через собеседование. Собеседование в формате приемной комиссии проводят выпускники, то есть есть представитель бизнес-школы Сколков, который организует процесс, есть выпускник, причем программа не только стартапа, Коди, может быть и экзектив, и задают вопросы в стиле «А зачем вам бизнес-школа? А почему наше сообщество должно вас принять? А расскажите о своем опыте? Что вы хотите какую-то цель перед собой ставите?» И бывает так, что люди как-то теряются в своих целях и задачах и их разворачивают и предлагают все-таки подготовиться и прислать заранее на одну страничку, что они собираются сделать. Каждый четверг проходят такие приемные комиссии. Ближайший будет в 10 утра, в четверг, уже на этой неделе, это, если не изменяет память, 20 апреля. И как попасть на такую, скажем, оценочную комиссию, вы всегда можете узнать у наших прекрасных консультантов. Они могут вам подсказать, с кем имеет запасняков по смыслу поговорить. Дмитрий, Вера, Лисан, если здесь она еще подойдет очень позже, вы можете к ним подойти после мероприятия. По формату обучению и стоимости, ближайшая дата старта 18 мая, это модульный формат, когда вы учите 5 месяцев. Стоимость определенной скидки, предложения, но что такое проинвестировать 10 тысяч долларов в свое образование и построить бизнес на несколько миллионов, тут каждый взвешивает для себя сам. Сколько стоят те связи, те возможности, которые мы как набор инструментов предлагаем, и сколько вы отсюда вытащите. Если мы запускали программу впервые, вы могли бы задать вопросы, но с чего решать, что это будет успешно, у нас что вы считаете, что ваша программа эффективна, поговорите с выпускниками. Это будет наиболее правильной рекомендацией, чтобы это не выглядело как какое-то продажное мероприятие и так далее. В общем-то, так выглядит наш выпускной. Более 600 человек в одном зале вручаются дипломы. Наше сообщество пополняется, сейчас есть полторы тысячи, уже через полтора года будет больше трех тысяч. Активно набирают обороты бизнес-школы Сколкова различные программы. И в рамках сегодняшнего мероприятия мы хотели поспорить и оценить. Причем оценить два траектории таких развития, два пути собственной жизни. Что такое путь предпринимательский, своего дела и когда его лучше начинать. И что такое путь корпоративный. Как все-таки строить карьеру в России, нужно ли выстраивать отношения в рамках одной корпорации, либо нужно менять работу каждые 3, 5, 7 лет. И для этого мы пригласили очень приятно наших выпускников. Упускников бизнес-школы Сколкова, которые имеют возможность взглянуть на эти процессы с высока своих лет, с высока своего опыта, просто поделиться этими навыками, знаниями, подсказками, советами и подискутировать с вами сегодня. В качестве такого, скажем так, захода я бы порекомендовал вам во-первых посмотреть на анкеты и потом оценить каждую из выступающих, потом для себя принять позицию. Вот в качестве такого захода хочу узнать у вас сейчас. Скажите, кто сейчас работает по найму, это означает, он работает не в собственном бизнесе, где он индивидуальный предприниматель, завладелец компании, где вы генеральный директор, а кто работает в корпорации и вот сегодня приехал после работы к нам сегодня в бизнес-школу Сколкова. Пожалуйста, поднимите руки, чтобы вы понимали, насколько сегодня преобладает корпоративный сектор. Значит, корпоративных управленцев сегодня большинство в зале. Значит, можно сказать, уже семинар закрыт, корпорация побеждает, корпоративное, да, зло, да, должно нас сегодня, да, всех победить. А начнем по-другому. А кто является владельцем собственного бизнеса, является предпринимателем и сегодня пришел к нам на мероприятие, чтобы у нас было с кем поделиться. Значит, не все любят поднимать эти руки, но мы видим, что сегодня 10% людей в этом зале так или иначе ведут собственный бизнес. Поэтому для наших сегодня экспертов вы подумайте, как вам правильно делить, так сказать, аудиторию. если вы будете делить просто по соотношению как к факту сейчас, то это, наверное, не очень правильно будет соотношение и одна из сторон точно победит, если мы будем голосование проводить. Хорошо, а про будущее давайте спросим, а кто бы в дальнейшем через 3-5 лет видел себя предпринимателем, владельцем собственного бизнеса, где тебе не нужно ходить на работу, где ты владеешь собственной компанией, где за тебя работают, тебе приносят дивиденды, вот этот плюшевый прекрасный мир предпринимательства. Много ли таких людей хочет показаться через 3-5 лет? Вот. Вот это уже становится гораздо интереснее. Мне кажется, реальность и ожидание вот это два момента, с которыми стоит поработать. И что для этой реальности можно сделать? Первое простое решение это поступление в стартап-академию, чтобы разведить все мифы. Но мы не будем к этому решению вас сегодня подталкивать. Принимайте решение самостоятельно. Я представлю наших спикеров. Представлю сначала карьерного эксперта, опытного управленца, человека, который менял работу достаточно большое количество раз и приходил на управляющие должности, прекрасного выпускника нашей программы Executive MBA Романа Дусенко, который будет сегодня представлять корпоративную карьеру и как ее нужно правильно строить. Ваши аплодисменты Роману. С другой стороны, у нас есть представитель уже нашей программы стартап-академии, который учился на программе практикум для директоров, который смог выйти из этого корпоративного рабства, создать инвестиционный фонд, проинвестировать в несколько проектов стартапов, сделать собственную образовательную программу 300 спартанцев, выступает на программе и строит тематики бизнес-моделирования, построивает проект самопроектирования на 25 лет вперед. Один из лучших наших бизнес-коучей Игорь Дубинников. Вот ваши аплодисменты. И они, по-честному, должны сегодня будут занять разные стороны баррикад. Я буду таким, что называется, где-то адвокатом дьявола, где-то человеком, который задает неудобные вопросы. И хотелось бы, чтобы вы активно вовлекались в этот процесс. У вас есть анкета, потом оцените, пожалуйста, каждого из них. Можете меня оценить, бизнес-школу Сколку, что вам понравилось, не понравилось. Но вот это keep in mind, что называется, какие-то заметки для себя делайте. Я бы, наверное, предложил начать разговор с такого двухминутного, две минуты на высказание позиции. В рамках стартапа Коди мы даем три минуты на выступление. Когда у нас есть день инвестора, три минуты вы выступаете перед инвесторами. Сейчас я бы, каждого из наших экспертов попросил буквально на две-три минуты, чтобы они сказали, что у них за позиция. А вы для себя пометите. Вот мне нравится, что говорит Игорь. И вот интересная идея от Романа. Чтобы вы для себя на входе этого мероприятия определились, вы на чьей стороне играете. Начнем мы с корпоративного мира, где все понятно, прекрасные костюмы, шикарный галстук, хороший вид. Роман Дусенко и его небольшой спич на тему того, какую позицию он занимает. Добрый вечер, дамы и господа. Я приношу извинения на свой голос. Внезапно простуда подкралась, потому что дети, они требуют очень много внимания и выходные были проведены с большой пользой. Я невероятно рад тому, что здесь очень много людей. Это первое. Во-первых, это польза, это говорит о том, что то, что делает бизнес-школа Сколково имеет огромное значение для нашей страны. Мне очень приятно говорить в масштабах этих. Я очень рад тому, что бизнес-школа Сколково каждым годом ее бренд растет. А самое главное, что до сих пор в бизнес-школе Сколково нет курса карьер-девелпмент. Я решил эту проблему решить для того, чтобы он появился в конце концов. Может быть, он не в программах Executive MBA, но может быть, в программах других. Но если вас интересуют вопросы карьеры и построения карьеры, то, на мой взгляд, это вообще очень благородное дело. Вообще, на самом деле, менеджмент, управление людьми, это самое, что ни на есть волшебная профессия. Потому что вы управляете душами людей. Ведь, на самом деле, если бы я сейчас тех людей, их большинство сейчас здесь, спросил бы, а какая ваша профессия? Что вы мне ответите? Менеджер, еще. Вы поднимали руки? Директор. А что такое директор? Супер, отлично. Вот посмотрите, на самом деле, какой парадокс. Когда происходит ситуация нашего там, я приезжаю в какие-то крупные корпорации, там, читаю тренинги, они мне говорят, вы кто? Я директор по безопасности, я директор там по логистике, я там IT-директор России, О, но я впервые слышу, что генеральный директор сказал, моя главная задача управлять людьми. Так вот, построение карьеры, это сделать так, чтобы ваша была компания эффективна за счет управления, за счет тех основ менеджмента, которые вы даете и позволяете сделать так, чтобы все развивалось. Поэтому, развитие карьеры это очень благородно. Первое. Второе. Через свою карьеру вы можете реализовать самые смелые свои амбиции. Через свою карьеру вы можете реализоваться как специалист, как менеджер, как человек, в первую очередь, что самое главное. Ведь на самом деле, что развитие карьеры возможно только через развитие личности. И что происходит, когда мы развиваем свою карьеру? Мы развиваемся сами. Через построение себя, через развитие себя, через нахождение своих самых главных мотивирующих задач, что же меня движет в своей карьере. И еще очень важный вопрос. Пока сейчас Игорь готовится к тому, чтобы выйти сюда, я хочу, чтобы каждый из вас сейчас взял себе, вот все равно этот листочек сдадите, но чтобы вы задумались, переверните на секунду этот листочек. Да, переверните его. И напишите, а каким делом вы занимаетесь? Может быть, это будет в первый раз, когда вы серьезно задумаетесь, а что это за дело, которым я занимаюсь всю свою жизнь? Какая моя профессия? Какое мое дело? А потом я вам скажу, какой фильм нужно посмотреть, для того, чтобы подумать о том, действительно ли это то дело, которым я занимаюсь. Итак, моя позиция сегодня, что развитие карьеры, это очень важно, это очень благородно и очень интересно. И перспектив в развитии карьеры колоссальное количество и безграничные. Большое вам спасибо за выступление. Спасибо, Роман. Игорь? Мы приглашаем Игоря Дубинникова, который выскажет альтернативную точку зрения на карьеризм, красивые тации и все остальное. Рома Слукавил, он не про корпоративную карьеру рассказывал, а про карьеру рассказывал. Парень, тебе пора задуматься о карьере. Хорошо. О каком карьере? Я, кстати, возьму на заметку в следующий раз, когда у меня будет хриплый голос после, ну, сам знаешь чего, я скажу, что это были дети. Это очень благородно. Я думаю, что не похож я на человека, который отстаивает интересы стартапов и предпринимательства. Сейчас я секундочку переоденусь. Я когда зашел сегодня, мне сказали, о, корпорат зашел. А у меня получилось, что 20 лет корпорация к работе, поэтому разом мы сегодня противопоставляемся этому в своей позиции, что корпорация это плохо. Поэтому корпорация это хорошо. Кто-то может совершенно спокойно оплатить ваш бесценный опыт. То есть вы буквально можете потренироваться за чужие деньги. Но это одновременно и способ продажи жопа-часов. Защищенный способ, когда тебе на твой счет капают каждый месяц бабки даже два раза. Даже еще есть бонус. Вот. Это одна вариация. Ты живешь в корпорации, пока тебя, конечно, не уволили. Очередной собственник, который не пришел и решил, что что-то как-то дряхлые у меня менеджеры, а найму-ка я новых. Вот. И в этот момент ты сталкиваешься с вопросом, чем заняться летом сноубордистом. И очень многие решают отдыхать, потому что что можно делать после работы в корпорации долгое время без отпуска? Только отдыхать. Дальше котлеты денег заканчиваются, и люди возвращаются в корпорацию. У меня очень много знакомых работает в корпорации, знаете, да, Газпром. Знаете слоган корпорации Газпром? Газпром мечты забываются. Потому что эти люди, которые зарабатывают в среднем в 3-5 раз больше денег, чем в среднем по рынку, они каждый раз, я с этим сталкиваюсь, говорят, Игорь, вот сейчас я пойду в отпуск и уволюсь. Но когда они приезжают из отпуска, что они делают? Правильно, Бабло побеждает зло, они остаются в корпорации Газпром. О чем моя главная мысль, в чем моя позиция? Я считаю, что альтернативы предпринимательству нет. Я считаю, что каждый из нас предприниматель. Ты либо предприниматель, либо сдох. Потому что ты что-то предпринимаешь, чтобы жить. Рома задал очень правильный вопрос, в чем ваше дело. Я думаю, что самый большой спор у нас сегодня будет, естественно, в понятиях. Потому что карьера это такое слово, и можно залезть в гугл и посмотреть, от какого слова это произошло и что оно значит. Бизнес тоже от какого-то слова. Но пока для начала, для затравки, я считаю, что альтернативы предпринимательству нет, а карьера в корпорации это, скажем так, один из способов иждивенчества. Спасибо. Ну вот у нас есть первые две позиции, какая-то более яркая, более цензурная, какая-то менее цензурная, но они честные. Ну, по крайней мере, иначе было бы странно, зачем мы сегодня проводим, сегодня, чтобы где-то лукавить или нет. Но мы по правилам наших сегодня дебатов, переговоров будем у нас несколько раундов. То есть первое, когда каждый из сторон выступает и рассказывает свою позицию. Кратко, вот сейчас это было достаточно в формате стендап, где я подбирал там описание про каждого из спикеров. И следующее будет развернутое описание. Это будет первая часть, где будет свое время, будет своя аудитория, выступление. Как будто вы пришли на индивидуальный мастер-класс, и другой темы не существует. Это у нас будет первая часть. Во второй части нужно будет попросить наших экспертов сформулировать вопросы по каждому из выступлений, чтобы они позадавали вопросы друг другу. после каждого из таких выступлений будет возможность поапонировать и поотвечать. В третьей части это уже, уважаемая аудитория, вам нужно будет принять активное участие в процессе. Возможно, спикеры захотят поменять этот формат. Мы будем только рады, если будет чуть больше вопросов и желания с вашей стороны докопаться до истины. Но вот у нас есть три раунда такие дискуссии. Я думаю, там до девяти часов у нас сегодня время будет очень плотно расписано. Дальше как пойдет. Поэтому планирует свое время, заранее может написать вашим родным, близким, что вы заняты, сейчас формируете свой путь на следующие 10 лет. И это происходит в бизнес-школе «Сколку». Значит, теперь надо вернуться к корпоративному миру. И, наверное, там будет все структурно сделано, красиво презентация, Ром, да, как учат в корпорациях. Все по слайдам, совещания. Не знаешь, как провести время прийти на совещание. PowerPoint, как мы любим, умные английские слова. Значит, мы сейчас давайте это все запустим. Всем участникам этого совещания сейчас такое большое у нас будет, небольшое легкое правление, митинг. Не нужно выстраиваться с вопросами, не нужно активно принимать участие. Можно посидеть в телефоне, там, можно подумать, что заказать там на ужин. Но можно поздавать вопросы, да, подготовить их для себя. Но вот это сейчас будет наш корпоративный заход в карьеру, как она строится, по всем ее, что называется, канонам. Значит, если у нас будет какой-то вопрос, пожалуйста, по поднятой руке. Если у вас будет какой-то комментарий и вы окажетесь, скажем так, не совсем согласны с тем, что вы увидели, задавайте этот вопрос и отвлекитесь от своих гаджетов в мобильных устройствах. Ну что, давай тогда запустим презентацию. Ну, а, неудобная работа. Да, как работают настоящие управленцы? Структура должна быть собрана, где мои ассистенты, где мой белый офис красивый, кожаные кресла. Но мы все-таки справились с техникой, микрофон у тебя есть, кликер тоже, поэтому, прошу. На самом деле, набор карьериста, он очень прост, микрофон и кликер. Ну, конечно же, мне после столь накачанного, красивого, в татуировках, Игоря, говорить о том, что, ребята, возвращайтесь в свои пыльные офисы, но не комильфо, я не буду тебя троллить, как ты это сделал, спасибо тебе большое. Мне хочется действительно, на самом деле, сделать так, что, друзья, ну, самый главный ресурс, какой у нас у всех? Время. Спасибо вам большое. Вы инвестировали сюда время. Я последние два года занимаюсь тем, что серьезно изучаю тему карьеры, управления карьерой и развития человека в карьере, поэтому я постараюсь сейчас сделать так, что за эти, там, может быть, минут, которые, по согласно нашему жесткому регламенту нашего борда, в директорстве, не знаю, чего там, что у нас сегодня мы нафантазируем, я постараюсь, чтобы у вас остались некие инструменты, которые вы возьмете с собой, для того, чтобы задуматься, не туда, чтобы там делать бизнес или не делать, это выбор несколько ильной, мы к нему подойдем чуть позже, а задумались о более важном вопросе и самый простой тест, с которого начинается ваше утро, а с удовольствием я иду на свою работу. Можете просто себе поставить плюсик, честно, сейчас на том листочке или минусик, мы потом вернемся к нему и попытаемся разобраться, что же происходит. Есть такие люди, кто-то с удовольствием с удара просыпается, идут на работу? Да я просыпаюсь и с удовольствием иду на свою работу. Я? Понятно, да. А вот участники процесса? Пока далеко еще ручки мы не убрали, я вас просто туда хочу погрузить, на самом деле, это очень важно. задумайтесь, человек на самом деле существо и физиологически, психологически, и биологически, то есть мы, как работодатели, бы хотели, чтобы это было просто биороботы. Ну, то есть они в 6 часов там уходят, в 9 часов приходят, мы включаем, выключаем, но проблема-то в том, что мы другие люди, мы психофизиологическое существо. И нам помимо офиса приятного, как здесь, ну, у большинства я уверен, что так и есть, стула хорошего, да, там стола, там не знаю, там еще всех остальных атрибутов, должна быть еще другая вещь. Должно быть удовольствие и соответствие той выполняемой работы своего дела, то, о чем вы написали в своей физочке, своим внутренним ценностям. Пусть сегодня вам казалось, что вы придете на несколько легкое мероприятие, но я вас попытаюсь сейчас чуть-чуть заглянуть внутрь себя. Возможно, вы часто делали это упражнение, как делают многие корпоративные менеджеры. Приходят на работу и начинают разбираться со своими ценностями. Возьмите эти ручки, листочки, 30 секунд из моих 15 минут я хочу подарить вам. Напишите 5 своих самых главных ценностей, которыми вы руководствуетесь в жизни. Это будет первым проверочным предложением вашей карьерной стратегии. Не стесняйтесь, это важная вещь. Об этом вы можете говорить со своей женой, когда сегодня придете домой. Дорогая, ты знаешь, я вот осознал свои 5 ценностей. Вы об этом можете поговорить со своими детьми вечером, когда они уже уснут, наверное, сегодня, или когда вы часто приходите с работой, но они спят. Зато, как сказал Горно Хапитян, он говорит, я качественно прохожу выходные дни. Пусть я карьерой занимаюсь, но если я качественно провожу выходные дни, это очень важно. 5 самых важных ценностей, которые для вас являются основополагающими, компасом вашей жизни, в результате, на основании которых вы принимаете все свои решения в своей жизни. Пока вы пишете, мне хочется сказать одну такую простую вещь. Вообще, тема Korea Development, я можно по-русски буду здесь говорить сегодня, да? то вот эти вот все корпоративные штучки. Развитие карьеры человека это процесс длительный. Не бывает возможности быстрого решения, мы сейчас об этом поговорим с вами. Развитие карьеры это перманентный процесс развития человека, который профессионально развивает себя, развивает свои внутренние качества. И на самый главный момент иногда, какой страх самый большой есть у человека, который работает по-настоящему. увольнение, конечно. Увольнение, наш страх, потому что на самом деле действительно это страх. Это увольнение, он признан одним из самых главных стрессов вообще в развитии, ну, в жизни человека. Увольнение. что может человека, работающего в карьере, даже если его увольняют, при каких условиях он остается абсолютно спокоен и уверен за свою собственную жизнь. Каким образом сформировать чувство самоуверенности в человеке, который делает карьеру? Какие есть варианты? Супер, отлично. То есть профессионал. Еще. Какие еще есть варианты для того, чтобы рассказать, что мне даст уверенность в самом себе? Два слова. Самоуверенность. То есть само, это я физическая, психологическая моя часть. и уверенность. Из чего она может сложиться у человека, который делает карьеру? У каждого. Самоуважение. Самоуважение. Прекрасно. Еще. Характер. Характер. Девушка сказала, я ее услышал. Как? Счет в банке с запасом. Отлично. Счет в банке с запасом. Это хорошо, это прекрасно. А если, ну да, допустим, мы же говорим, что мы чуть выше среднего менеджа. Да. Коммуникабельность. Прекрасно. А еще что? Коммуникабельность. Отличная альтернатива. Если принял решение, что вот хочется именно уже погрузиться в бессонные ночи, возможно, в провалы, там, возможно, в депрессии и так далее. Это все тоже реально, да. Еще что? Имидж профессиональный. О, кинекальные навыки, да. Человек-бренд. Что еще? Ну, имидж профессиональный. Абсолютно верно. Еще. Способность начинать сначала, снова и снова. Прекрасно, спасибо. А на чем строится эта уверенность постоянно начинать все снова и снова? Вот как вы думаете? Я думаю, что хоть повторяющий цикл, который уже был в жизни. Основываясь на своем прежнем опыте. Отлично. Так вот, основа нашей карьеры это результативный опыт, способ адаптирования новых, старых, имеющихся, покажи, для новых условий. Ответьте себе на этот вопрос. Ведь мы же карьеры, мы же за то, чтобы строить карьеру. А какая ваша карьерная цель? Ведь на самом деле, когда вы начинаетесь об этом задумываться, вы задаете себе вопрос, а что я, собственно, хочу в своей карьере? Не стесняйтесь, сегодня есть возможность. Сегодня все оплачено, стартап-академия Сколкова, чай, пирожки. Можете смело поставить себе самую смелую карьерную цель. Нет, серьезно. Я в этом смысле, если у нас нет цели, то у нас, получается, мы будем стараться делать все и, собственно говоря, ничего. Вспоминая сказку Алиса в Зазеркале, читали же детям своим, или сами когда-то читали, да? Помните, когда кот спрашивает, а ты куда идешь? Куда-нибудь. А, она, прошу прощения, она спрашивает, а куда мне идти? А, говорит, а куда ты идешь? Да все равно, тогда иди куда, все равно. Итак, какая ваша карьерная цель? Запишите себе. Этот листочек потом сфотаете, а остальное отдадите стартап-академии. Стартап-академия. Это одна из версий. Это карьерная цель. Учите стартап-академия. Вторая генеральный директор будет написать. Постоянный генеральный директор. Куда выше. Это прекрасно, но не все хотят быть генеральным директором. Итак, 90% людей, которые приходят ко мне на мастер-классы или приходят в коучинг, вообще на самом деле уникальная ситуация, что я попытаюсь рассказать то, что происходит с людьми в процессе того, как я с ними занимаюсь, для того, чтобы достигнуть их самой смелой карьерной цели за 15 минут. Но все же я это попытаюсь сделать. Так вот, самым главным вопросом и самым первым вопросом возникает, а что нужно сделать, чтобы быстро получить решение? Волшебной таблетки не существует. Почему? Почему не существует быстрых решений в карьере? Ну, друзья, мы же сегодня с вами интерактив играем. Быстрые решения существуют, причем в карьере трудно сделать быстрые решения. Время. А еще, что с человеком должно происходить? Абсолютно верно. Спасибо большое. Компетенции надо набирать. Что? Компетенции, верно. То есть, для того, чтобы быть, условно говоря, генеральным директором, нужно сначала понимать о том, каким строится он, каким компанией бизнесом занимается, что делает главный инженер и так далее, если это строительство или если продажа, еще что-то. Поэтому, это процесс эволюционный. Но он каждый день предъявляет нам требования для того, чтобы мы саморазвивались. Сегодня самым главным трендом является скорость. Мы недавно общались с представителями Google, они говорят, у нас проблема, мы планируем в два направления, 50 лет и квартал. Я говорю, а почему? Она говорит, 50 лет, потому что мы смотрим далеко вперед, а квартал, потому что жизнь сейчас так быстро меняется, что практически невозможно успеть за этими изменениями. И поэтому мы смотрим, что происходит в течение квартала. Так вот, тот был вопрос, это про 50 лет. А какая ваша цель на ближайшее время? Я сегодня буду постараться задавать вам много вопросов, чтобы вы, придя домой, имели некую боль, знаете, как сказать, эти ростки, семена, которые мы сегодня с вами посеем здесь, чтобы они проросли у вас. Что вы конкретно хотите добиться от своей карьеры здесь, вот в конкретной своей работе в ближайшее время. Но, вспоминая самый первый вопрос, какая моя карьерная цель, и вспоминая тот список ценностей, проведите маленький сравнительный анализ, что если ваша карьерная цель будет достигнута, а что произойдет с вашими ценностями? Ведь ценности это самое глубинное состояние человека. Либо они у вас будут удовлетворены, либо вы будете избегать их. Другого способа нет. Так вот, что произойдет с вашими ценностями? Возьмите десятибальную шкалу, она очень удобна в этом смысле. Попробуйте отметить, что с ними произойдет, когда вы добьетесь самой большой своей абиции, карьерной цели. Будете ли вы счастливы? Ведь моя цель с точки зрения того, что я сейчас хочу вам передать, чтобы вы были счастливы в своей карьере. Состояние счастья, оно испытывается от того, что ты занимаешься любимым делом, ты приносишь пользу, и ты работаешь во благо себя, своей команды, своей компании, своего региона и страны в целом. Потому что эффективная работа движет в целом наше государство вперед. И за счет того, что вы работаете каждый на своем рабочем месте очень хорошо, в целом эффективность. Еще, знаете, есть такая очень классная штука. У кого есть дети? Поднимите руки. О, прекрасно. Знаете, у детей есть такие смешные очки. То ли бы с глазами, то ли еще что-то нарисовано, такие игрушечные. Так вот, если вы сегодня оденете себе очки, на которых будет написано «100% эффективность на моем рабочем месте», будучи генеральным директором, будучи замгенеральным и представителем управления банка, или там, я не знаю, руководителем, неважно кем, посмотрите, насколько вы поменяете свой взгляд на то дело, которым вы сегодня занимаетесь. Взгляните на него через призму «100% эффективности». Насколько классно вы почувствуете себя. Ведь на самом деле еще очень важная вещь. Только тогда, когда вы будете «100% эффективны», только тогда вас захотят пригласить в другую компанию на более высокую должность. Потому что нужны высокоэффективные работники. Если вы неэффективны, вас в лучшем случае оставят, может быть, а может быть и нет, да? Вопрос. А что вы подразумеваете по «100% эффективности»? «100% эффективности»? Отличный вопрос, спасибо вам большое, что задали. Мы недавно буквально дискутировали в прошлую пятницу. Что такое «100% эффективность»? Я для себя его интерпретирую следующим образом, что если компания приняла для себя определенный план развития на этот период, в котором мы работаем, например, план работы на 2017 год, есть показатель «100% выполнения плана». Причем, как вы все прекрасно знаете, бонус выплачивается при выполнении «80% плюс». Да? Ну или там «90%» около того. «А что, у вас не выплачивается бонус?» «У меня нет 80%.» «А сколько у вас? Только «100%?» «У меня нет и 100%.» «У вас вообще бонуса нет?» «Прекрасно». «У меня нет параметров». «Нет параметров?» «А как же вы ориентируетесь? Вы хорошо работаете или плохо?» «А внутреннее самоощущение». То есть внутреннее… Я, знаете, я не уподоблюсь Игорю, то есть я не стану троллить, но на мой взгляд вы прекрасно понимаете, что план у вас тоже есть внутренний и какие-то показатели. Поэтому, если вдруг вы одели на себя эти очки и понимаете, что выполнение «100%» плана для вас – это просто норма жизни и вы по-другому не можете, то возникает однозначная парадима. У меня еще есть 2 минуты? Ну, если есть слайды, это какой-то очень много. Слайдов у меня много на 2 часа. Это стандартное моё выступление. Я вам расскажу очень простой телефонный звонок. Я вечер, как раз вот буквально где-то месяц назад мне звонит один из топ-менеджеров банка, крупнейший входит в топ-10, он отвечает за работу с ритейлом и говорит, «Слушай, я слышу прямо на заднем сидит на столе, что-то бросит, то ли телефон, то ли что-то». «Денег хочется». Я говорю, «Ну, хорошо». «Да, я вообще генеральный просто урод. Преподчиненный тоже всем. Я вообще не понимаю, как я с этими людьми вообще работать могу. Что мне делать? Мне нужно быстрое решение». Я говорю, «Хорошо, давай с тобой сейчас разберем эту ситуацию. Ты говоришь, что ты несчастлив». «Хорошо, а что ты делаешь? Какая твоя профессия? Тот вопрос, который я задал вам». Он говорит, «Ну, я вообще банкир. Я вообще люблю банковское дело». Я говорю, «Ну, ты продолжаешь заниматься?» «Да». «Ну, все в порядке?» «В принципе, да». Я говорю, «Хорошо, как ты думаешь, почему генеральный для тебя сейчас, ну, что-то у вас с ним сложились такие отношения?» Он говорит, «Да ты знаешь, мой блог, он не очень хорошо работает, потому что не совсем ситуация на рынке такая, все, почему там система сейчас меняем, АБС там». Я говорю, «Подожди, так если бы ты был эффективен, отношение к тебе было бы хорошее?» Он говорит, «Ну, в принципе, да». Я говорю, «Ладно, хорошо». «Только подожди, подожди, откуда ты клонишь?» Я говорю, «Это я, это я». Я говорю, «Подожди, давай дальше, про людей. Если ты как активный топ-менеджер, какая твоя активная, вернее, какая твоя главная задача, спасибо вам большое, вот мне сказал, Геннадий, управление людьми, только я чуть-чуть добавлю, развитие людей. Если ты инвестируешь 80% своего времени с точки зрения как руководителя в развитие людей, то что пройдет с твоими людьми? Сначала первый круг, потом второй, потом третий, да, потом дойдешь до каждого через другие каскадирующие менеджменты. Ну, наверное, в целом, во-первых, они поймут, что нужно делать, куда идти, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, «Так, к кому? Ко мне». Я говорю, «Давай вернемся к этому. Хочется много денег. Давай сделаем, чтобы у тебя было много денег. Начнем с чего? Над работы, над самим собой. Спасибо. Спасибо за хорошие вопросы, красивые слайды. Прошло совещание, пришли, поговорили, произошлись и зрители еще раз в следующей неделе. Обычно так проходит такого рода корпоративное совещание. Коллеги, отметьте для себя плюсы и минусы, которые вы услышали, подготовьте какие-то вопросы. И сейчас мы попросим другую сторону занять позицию, связанную с предпринимательством, с корпоративным миром, я думаю, сейчас не сравнивая, а просто вот что есть предпринимательство на самом деле. Поэтому мы приглашаем Игоря Дубинникова. Я думаю, тот уже презентации не будет, поэтому будем работать, что называется, в темную, как есть, поскольку тут нету каких-то ориентиров, тут ты сам себе хозяин. Это ваши аплодисменты для Игоря. Ром, тебе невозможно не троллить, ты все для этого делаешь, поэтому ты много посеял, я не буду продолжать задавать вопросы, хотя давайте разберемся с понятиями для начала, потому что на мой взгляд ты соскальзываешь нас в непонятную часть под названием «Мы о чем спорим?» Потому что ты отстаиваешь, как я понимаю, позицию, что карьера это в корпорации или нет? Конечно, слава богу, а то я уже думал, что мы с тобой не будем спорить сегодня. Итак, смотрите, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять столов. Я правильно понимаю, что здесь 10 столов или у меня оптическая операция? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, нет, девять все-таки. Значит, и плюс люди сзади еще сидят. Значит, будем считать, что это 10 стол. Вот, если позволите, все, кто находится вот здесь, да, у стены, ребят, вы, девушка, и вот еще, соответственно, несколько человек. Значит, у меня просьба следующая. Четыре понятия, которые я бы хотел договориться по которым. Значит, карьера, работа, хобби, ну, и, собственно, предпринимательство и бизнес. Нет, пять. У нас будет тогда 10 столов, каждый стол, один будет работать с одним понятием и два стола, получается, будут работать с одним понятием. Значит, ваш стол, если позволите, и у вас будет буквально три минуты на то, чтобы определиться с понятием, что такое карьера. не более пяти слов определение. Ваш стол, что такое работа, не более пяти слов определение. Ваш стол, не более пяти слов, что такое хобби, ваш стол предпринимательство, ваш стол бизнес. Понятно? все поняли какие у вас слова у вас какое слово у вас какое слово карьера у вас работа у вас хобби у вас предпринимательство и у вас бизнес вот у вас это это вот 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 вы ребят поближе сюда здесь столик возможно здесь наливают можно вот сюда поближе вот сюда вот 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 ваш стол. Значит, у вас, соответственно, то же самое, первое слово карьера, у вас слово, соответственно, работа, у вас слово хобби, у вас слово предпринимательство и у вас слово бизнес. У вас три минуты и один человек от каждой команды скажет определение. Поехали. Не более пяти слов определения. Все готовы или кому-то нужно еще время? Все готовы? Лена, можно я попросить микрофон дать каждой группе, а я буду записывать. Начнем с группы нашей самой малочисленной. Я так понимаю, люди ушли делать карьеру. Я их напугал. А, я уже их вдохновил. Предприниматели. На, держи микрофон. А, ты всем раздашь? Не, зачем мне, не раздавай всем, просто по очереди подойди к каждой группе и я запишу. А, это у тебя здесь? Итак, смотрите, мы сейчас запишем просто понятие, которое, первое у нас понятие называется карьера. Итак. Карьера, на наш взгляд, это путь профессионального развития. Итак, карьера, это путь профессионального развития. А сейчас, секундочку, кто у нас карьера, вторая группа? Отлично. У вас какая позиция? Нет, секундочку, давайте, у нас получается две группы с одинаковым словом. Давайте пройдемся по группам, прям сплитами. Кто? У нас, причем, также есть профессиональное развитие. А, если еще добавление, то социальный статус. Спасибо большое. При этом с вами согласны, что это профессиональное развитие. Только ключевое слово, на которое я хочу обратить внимание, путь. И здесь можно с Ромой согласиться, который куда-то нас покинул. Рома, Рома тоже пошел делать карьеру, похоже. Обидели вы его, обидели. Ключевое слово здесь это путь. И помните, Рома сказал, что это постоянное путь постоянного совершенствования. Тяжело поспорить, очевидно. Следующее. Бизнес. Нет? Какое у вас слово? Работа. Все, работа, поехали, работа. Работа это прежде всего труд, это созидательная деятельность, необходимость, это дело, это служба, это оплачиваемое время. И для некоторых это рабство. Для некоторых это рабство, да? Окей, спасибо большое за позицию. У кого у нас работа? Следующая группа. Работа здесь? Спасибо. Спасибо. Ну, мы более узко подошли к определению слова работа. И для нас слово корень раб здесь определяющим явился. Пределение у нас такое. Регулярное выполнение обязанностей, продиктованных волей другого, ну, можно сказать, другого человека. Выполнение обязанностей, продиктованных волей другого человека. ну, или группа лица тоже, как повезет. Ну, политика уже из уголовного кодекса, я думаю, нет? Ну, из корпоративного мира тоже. Из корпоративного тоже, отлично. Следующая группа. Значит, следующая группа у вас хобби, отлично. А давайте начнем аплодировать каждой следующей группе, а начнем с тех, которые уже сказали свое слово. Спасибо огромное. Итак, здравствуйте. Хобби. На наш взгляд, хобби – это занятие прежде всего для удовольствия. Занятие для удовольствия. Прежде всего для удовольствия. Прямо слово «прежде всего»? Прежде всего – это существо. Прежде всего. Есть. Так, вторая группа у нас по хобби. Да, добрый день. У нас удовольствие. Аплодисменты этой группе. Отлично. У нас удовольствие второе место заняло. Первое – увлечение. Увлечение. Хобби – это увлечение. Вы просто перевели с английского, да? Аплодисменты. Краткая сестра, таланта. Так, следующая группа. У вас предпринимательство. Итак, что у нас с предпринимательством? Предпринимательство – это созидательные действия по достижению поставленных целей воплощению идей, связанные с повышенным риском. Созидательная деятельность по достижению поставленной цели воплощению идей, связанных с повышенными рисками. Связанных с повышенным риском. повышенный риск спасибо спасибо огромное у нас четыре тезиса и одна так сказать обобщающая я на всякий случай напомню всем кто в танке через дуло у нас было не более пяти слов и так у нас первое слово 4 тезиса меня уже пугают я в ходе на апрель нет нет свое дело что такое предметы это свое дело свое дело свое дело вторая позиция нас это самореализация свое дело самореализация новаторство ответственность и итог эта инициатива направлены на изменение мира с монетизацией монетизацией с баблом я зубу монетизацию спасибо огромное Аплодисменты. Так, у нас остался бизнес. Что такое бизнес? Бизнес, секунду, у нас два бизнеса. У вас и тут. Итак. Наш бизнес – это дело, миссия, прибыль, создание рабочих мест. Дело, миссия, прибыль. Прибыль, создание рабочих мест. Создание рабочих мест. Спасибо. И? Финальная группа. У нас реализованная идея, приносящая прибыль. Реализованная идея, приносящая прибыль. Итак, у нас есть обстоятельность или нет? Аплодисменты этой группе, да? А ваши были аплодисменты? Нет, слушайте. Давайте еще раз им аплодисменты. Нет, серьезно, у вас есть ощущение сходимости или мы пока готовы спорить о понятиях? Нет? Давайте начнем с карьеры. Рома, пока ты отходил. Значит, карьера – это путь профессионального развития. Если открыть словарь, буквально прочитать, что такое карьера, то карьера – это жизненный путь. Здесь есть с чем спорить или нет? Там написано в определении, это корпоративная карьера или еще какая-нибудь карьера. По-моему, очевидно, что карьера – это всепоглощающее слово любой деятельности, которой вы занимаетесь. Или? Это непонятно. Понятно. Здесь есть с чем спорить или нет? Позвольте не согласиться, что это карьера. Карьера в общем признатом понимании – это люди, работающие по найму. Послушай, подожди. Это ты как бы своих обезьян не вешай сюда. Еще раз. С принимателями разговариваю. Это вроде культурные люди. Подожди. Между прочим, это термин из менеджмента. Вешать своих обезьян на чужие шеи. Ты не знаешь это? У Коллинса? Ладно, я тебе расскажу. Значит, еще раз. Секундочку. Секундочку. Карьера. Карьера. Открываем слова. Давайте про слова вначале. Иначе невозможно будет спорить. Если мы по понятиям не договорились, то что спорить? Итак, открываем слова. Написано черным по белому. Даже ты это сказал. Что? Это путь постоянного совершенствования. Там есть слово корпорация? Что такое вообще корпорация? Чем корпорация отличается от фирмы? Это все условности. Поэтому давайте по базовым параметрам договоримся. Чтобы можно было спорить по позициям. Потому что если нет сходимости по понятиям, как можно спорить по позициям? Давай пройдем дальше. Потом мы посмотрим, чем карьера отличается. Итак, путь профессионального развития. Договорились. Следующий вопрос у нас был. Давайте работа. С работой веселее всего. Труд, дело, служба, оплачиваемое время, рабство. Регулярное выполнение обязанностей, продиктованное волей другого. Работа – это деятельность. Ну давайте первое слово. Работа – это деятельность. Это деятельность или бездеятельность? Деятельность. Окей, деятельность. Работа – это деятельность. Приносящая доход, тупо, а? Или нет? Приносящая доход. Деятельность, приносящая доход. Еще раз. Одна копейка – это доход? Вам платят эти деньги? Вы хотите узнать, сколько вы стоите? Если вы получаете эти деньги, значит вам этого достаточно. Значит вы столько стоите. Еще раз. Волонтер. Это работа или нет? Это упрощенное понимание. Работа. Волонтер – это служение. Служение – это что? Давайте пока не будем уходить за рамки параметров, понятия, которые у нас здесь есть. Итак, базовая работа – это деятельность, приносящая доход. Окей, нет? Супер. Что такое хобби? Хобби – это тоже деятельность? Хобби – это деятельность, приносящая удовольствие. Да? И в отдельных случаях доход. Это что будет тогда? Хобби за деньги. Это будет бизнес. Хобби за деньги – это что такое? Это, блин, мечта. Согласны, нет? Волонтерство. Согласна, согласна. А? Скажи мне. Давай, окей, поаплодируем ей. Отлично. Бизнес. Давайте с бизнесом разберем. Что такое бизнес? Тупо давайте переведем с английского. Дело. Это дело. Дело какое? Приносящее прибыль. Дело, которое вы выбрали. Приносит оно вам деньги или нет – это ваша проблема. Еще раз. Бизнес – это дело. Ваше дело – дело, которым вы занимаетесь. Здесь есть спор какой-нибудь или нет? Нет. Это род деятельности. На всякий случай предпринимательство – это род деятельности. Но давайте посмотрим, что вы написали. Созидательная деятельность. А, деятельность. По достижению поставленных целей дедедедедедеды. Бабло, свое дело. Короче, предпринимательство – это бизнес. Это свое дело. Дело, которое вы выбрали. Или нет? Нет. Да. А кто не выбрал свое дело, тот работает. И для того есть другая часть определения, которое называется рабство, да? Нельзя так узко определить. Ребят, получается, все то, о чем мы с вами сейчас говорим, это наше отношение к этим словам. Лишь. А если по сути, то предпринимательству альтернативы нет. То дело, которое вы выбрали, ваше дело, только вы его монетизируете через жопу часы, как я говорил до этого. Это защищенный формат. Но тоже предпринимательство. Потому что от вас на работе требуют чего? Горящий глаз. Или нет? Мотивации. Чтобы вы работали на кого-то так же, как на самого себя, да? Но этого не происходит. Потому что вы пришли, корпораты, 60% от зала, поднимаете руку, да? Так было вначале. Зачем на работу? За зарплатой. Это называется ассоса денег. Потому что если ты приходишь на работу решать проблемы, то это то поведение, которое нужно любому работодателю, даже если бы вы были этим работодателем. Разве нет? Представьте себе, что вы являетесь собственником этой компании. По-другому бы начали работать? Если бы вы сами наняли себя на работу. Ответ нет. Ваши привычки не позволят это сделать. Если вы изначально не выбрали предпринимательство, то вы даже когда потом вдруг выйдете, рискнете, и создадите свою компанию, ваши привычки будут делать так, что вы будете работать на себя так же, как вы работали на кого-то когда-то. То есть будете приходить на работу, это правда. Это неспутабельно. Это будет поле как раз до третьего этапа, для того, чтобы поспорить. Мое утверждение. По понятиям мы договорились. Первое. Предпринимательству нет альтернативы. Это базовый выбор человека. Прежде всего это отношения. Суть предпринимательства это решение проблем и желание быть полезным. Дальше волонтерство. Я делаю это добровольно. Я это научился конвертировать. Это уже нюансы. Но изначально вопрос выбора. Выбор своего дела. На этом завершаю. Спасибо. Спасибо, коллеги. Вопросы за у нас будут в третьей части. Сейчас мы продолжим, не забываем блокнот. Мы поделились с определениями. Вот у нас они определенно записаны. У нас были слайды до этого корпоративного мира. Для себя, уважаемые судьи сегодняшнего мероприятия, это ваш личный выбор. Какая из этих позиций вам ближе. То есть мы должны сначала найти, как мы относимся к работе, чтобы назвать ее для себя своим делом. И все-таки нужно делать свое дело, чтобы это дело было работой всей вашей жизни. Поэтому вы для себя найдите сначала, какая сторона вас больше перекачивает, в какую из этих, скажем, полярных сфер. Мы продолжим с Романом. Но тут уже во второй части можно будет оппонировать и задавать вопросы. Поэтому давайте мы Роман тоже выделим время. Наверное, там еще слайдов было очень много. Если ты хочешь по ней продолжать. Спасибо. Не без слайда. Ну и во второй части уже будут вопросы. Сейчас будет выступление Романа, потом Игорь готовит вопросы для Романа. После этого будет следующее выступление, и ты готовишь вопросы для Игоря. Прошу. Спасибо, Игорь. Огромное тебе спасибо за то, что ты сделал колоссальный, титанический труд по приведению нашего сознания в упорядоченный вид. Но, несмотря на это, наша карьера не всегда безоблачна. Я не верю, что человек, который предприниматель... Давайте на секунду, дайте мне этот шанс, проверите. Может, я ошибаюсь. По-моему, в этой стороне живут предприниматели, да? Есть. Можно я вам задам вопрос? Вас как зовут? Айдар. Айдар, очень приятно. Айдар, скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас мужики, соседние, нам спрашивают. Ну что, как дела? Там, как твоя карьера предпринимателя? Как ты себя чувствуешь? Не бывает. Как твое дело? Как твой бизнес? Это уже близко, да? Все-таки есть понятие, что карьера – это все-таки к человеку, который работает в компании, в твоей компании. Карьера. Окей, не буду больше спрашивать, чтобы не терпеть. Спасибо, Айдар, большое. Итак, а что же происходит с человеком, который делает карьеру? Он стремится к корпоративным высотам. Это уж как бы вбиваемый нам штамп. Но насколько много людей, которые делают горизонтальную карьеру, которые стараются быть профессионалами своего дела, потому что они любят свое дело? В первой части я обещал вам рассказать про фильм. Я вам его всем рекомендую посмотреть. Называется он очень просто. «Мечты дзиро» или «Дзиро о суши». Запишите себе, пожалуйста, найдите время. Два часа. Я понимаю, как дорого стоит время каждого из нас. Его можно делить, можно смотреть утром, пока едете у вас в корпоративной машине на работу. Сел на заднее сидение, включил бесплатный Wi-Fi. По корпоративной сим-карте, в корпоративном телефончике. Это специально, чтобы было весело. На самом деле, посмотрите. Фильм о человеке, который 50 лет делает одно дело. Лепит рисовые шарики. И испытывает колоссальное от этого наслаждение. Мы с вами, может быть, в следующий раз, или вы там допишите мне в социальных сетях, я всем отвечаю. Пожалуйста, буду очень рад. Роман Дусенко, ВКонтакте, в LinkedIn сейчас запрещен, извините. В Фейсбуке, где угодно. Так вот. Есть пять самых главных карьерных ошибок. Чтобы вы отсюда ушли с позитивным, чтобы вы не зря провели это время, а не просто узнали, чем карьера отличается от работы, и что нужно сделать для того, чтобы двигаться. Есть пять главных карьерных ошибок. Первая. Первая карьерная ошибка. Мы не знаем, чего мы хотим. У нас нет стратегии. Для того, чтобы стратегия появилась карьерной, кстати, сколько было? Для того, чтобы карьерная стратегия появилась, нужно сделать очень простое упражнение. Первое вы попробовали уже сделать. Ответить на вопрос, что я хочу в своей карьере. Это сделать очень трудно. Поверьте, я сам это делаю. И сам знаю. Какой способ? Какой способ можно сделать, придвинуться к тому, чтобы получить некое представление своей стратегии? Куда я хочу прийти? Создать свою стратегическую цель, карьерную. Написать. Супер. Откуда взять идеи? Заговала. Хорошо, отлично. А в каком процессе? То, что резонансный. Из ценностей, прекрасно. А еще? Помечтать. Вот я вам дарю упражнение. Это невероятно тяжелое и сложное упражнение. Мечтать 5 минут в день. Вы улыбаетесь? Вы думаете, так легко выделить 5 минут для того, чтобы помечтать? Вас как зовут? Наташа, вы мечтаете? Как часто? О чем? Вот, смотрите. Попробуйте теперь мечтать каждый день. Не просто о чем-то прекрасном, потому что девушки мечтают о прекрасном. А вот конкретно о том, какую цель бы я хотел достичь. Что бы я хотел в своей жизни сделать такого, чтобы потом после меня остался такой классный след в истории, чтобы я сделал что-то для человечества. Итак, первая ошибка – отсутствие стратегии. Инструмент решения – мечтание. 5 минут в день. Побудьте там на выходные, побудьте 10 минут, помечтайте. И чем больше вы представляете о своих мечтаниях, чем больше вы визуализируете картинку, тем лучше. Ошибка номер 2. Ошибка номер 2 у нас не с плана. Потому что мы сегодня как раз об этом говорили, что отсутствие плана не приводит нас к никакому результату. Мы все с вами корпораты. Для того, чтобы что-то куда-то пройти. Юра, скажи, пожалуйста, у тебя же тоже есть план? У нашей стартап-академии есть план? Вот. Вот он, наш человек. И он в цифрах, да, и в KPI. И в бонусах, конечно. Супер. Что мы можем сделать применительно к тому, что мы сейчас сказали? Мы попробуем оцифровать свою мечту. Для чего? Для того, чтобы было видно путь движения к ней. Я на своих мастер-классах делаю очень простой, вообще, такой пример. Я уверен, что 99% из вас ходят в автомобиль. Да? Скажите «да», пожалуйста. Да. Вот Игорю так все активно там махали, отвечали нам. Я тоже хочу вот эту славу. На корпоративных совещаниях можно посидеть, поманкировать, за себя другие люди говорят, зарплата капает. Что ты пристал? Спасибо. Итак. Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно, вот, и я представляю, что вот все вы водите автомобили, с вероятностью 99,9 вы доезжаете туда, куда вы хотите приехать. Верно же? Да? Да. О, круто. Это значит, мы четко представим точку прибытия. Мы смотрим, ну, я в другие города говорю, у вас есть пробки на дорогах, чтобы не обидеть? Они говорят, нету. Я говорю, тогда без навигатора. Просто мы смотрим маршрут, подходим к автомобилю, пинаем его там, ехали колеса, проверяем бензин. Что это такое? Это наши? Планированные. Это наши ресурсы для движения из точки А в точку Б. Поэтому вот таким простым представлением точка прибытия, вот это самое главное, та карьера, цель, куда мы хотим прийти. Она должна быть такая, чтобы и хобби, и бизнес, и все остальное просто вот там вот сконцентрировано в ней так бурлило, что оно тянуло вас каждый день заниматься. И вы когда чувствуете, начинаете думать о ней, вы испытываете вдохновение, прям прилив энергии, то, что я действительно хочу это достичь. Третья карьерная ошибка. Отсутствие персонального позиционирования. Кто из вас маркетолог? Есть? Скажите мне, пожалуйста, два слова о теории позиционирования в брендинге. Понятно? Спасибо. Построить бренд. Самое главное. Создать определенный имидж и силу этого бренда. Супер. А вот позиционирование, это что? Позиционирование бренда. Это определить четко таргетную аудиторию, определение аудитории, для которой максимальная ценность этого продукта. Супер. Переводя на русский язык, мы создаем однозначный, эмоциональный, устойчивый образ восприятия целевой аудитории того продукта, который мы им двигаем. Отлично. Спасибо. На русском звучит. Да. Так вот, что такое однозначный эмоциональный образ человека, работающего по найму? Ну, прежде чем, я отвечу вам на этот вопрос. Вот у меня генеральный директор, который мне вот просто сегодня супер помогает. Скажите, пожалуйста, что для вас вакансия вашей компании? Ну, это образ, да, образ человека, который должен появиться. На самом деле, что вакансия, что такое? Вот когда... Открытое рабочее место. Да, русские слова. Это просто бумага, на которой сформулировано несколько... Нетушки, что такое вакансия? Это значит, что что-то не работает. Это необходимо. Это да. Вакансия? А как это в нашем человеческом, мужском языке называется? хорошо давайте без с матом но цивилизованным так чтобы можно было девочкам слушать импотенция импотенция это значит что невозможность реализовать без силе как мы называем когда ситуация когда мы чувствуем себя бессильными мы ходим стукнуть по коксу да когда же это решится это проблема вакансия это проблема для генерального директора это проблема поэтому что такое лучший кандидат лучшее решение стоящий перед работодателем проблемы так вот с точки зрения теории персонального позиционирования заимствованность теории джека траута а персонально а вообще позиционирование бренда мы говорим о том что вы сейчас сами себе ответьте на вопрос в чем вы лучший что вы можете делать лучше всего почему работодатель выбит именно вас ответьте себе честно на эти вопросы это именно то над чем мы работаем каждый день со своими студентами учениками теми людьми которые строят свои карьеры которые хотят достичь фантастических высот и еще я жду пока записываться персональное позиционирование позволит нам решить очень важную проблему вы сконцентрировано можете разобраться с самим собой кто вы в профессиональной точке зрения четвертая проблема буквально мне еще одна минута две там осталось на две про четвертая проблема неэффективное резюме или неэффективный контакт с аудиторией с точки зрения маркетинга да то есть бренд должен иметь возможность коммуникации с целевой аудитории если этой коммуникации нет бренда контакта не бренд может и есть супер спасибо большое так вот а как мы коммуницируем как наемные менеджеры как какой наш самый главный после второй документ после паспорта человек который строит карьеру резюме глобальным вот таким огромным элементом в резюме должно быть что только что из ошибки номер четыре ошибки номер три персональное позиционирование человек прочтевший ваше резюме должен быстро определить что вы думаете лучше всего решением какой проблемой работодателя вы являетесь и последняя пятая ошибка с точки зрения менеджмента эффективный руководитель только тогда эффективен когда он умеет эффективно управлять людьми а это значит навыки управления насколько эффективно вы управляете так вот образом решив эти пять проблем мы не сможем стать предпринимателями согласны это не про это вообще не про то это не про хобби да и не про бизнес это про карьеру про построение успешной фантастически интересной карьеры в соответствии со своим предназначением от того что я люблю и делаю лучше всего раскопавшись себя внутри потому что именно вы можете делать лучше чем кто-либо другой и достижение результатов в компании компании в целом отрасли нашего замечательного государства и тех людей которые позволили нам сегодня стартап академии выступать вопрос и да не уходим теперь у нас три вопроса от игоря для нашего корпоративного самурая который знает все как построить правильно построить карьеру на какие грабли не стоит наступать поэтому вопросы будут живую заданы прямо здесь и можно будет сразу на них получить ответ да если я смогу конечно да ну посмотрите какие вопросы такие будут и ответы прошу нету вопросы естественные потому что ты дал повод вопрос первый вот этот главный герой фильма который только что рекомендовал кто человек который любит свое дело в своем месте где он мастерские лепит эти шарики для суши и суши делает лучше да это мишленовский ресторан круто там очередь расписана он кто я понимаю о чем ты хочешь мне спросить это уже прямо на вопрос да да сейчас одну секунду ты же не даешь возможность это сделать вопрос который хочет услышать игорь он хочет чтобы я сказал что циры предприниматель да это так но моя задача была дать вам не для того чтобы дать ему возможно что предприниматель это плохо или хорошо это то что человек нашел свое предназначение цель в свою когда вы будете 50 лет заниматься своей работой гордиться этим это самое главное да сейчас в данный момент зиро предприниматель после того как 50 лет лепил шарики будучи работником этого ресторана спасибо тебе за то что ты ответил не вопросом на вопрос а ответил он собственник бизнеса который он создал предпринимательство еще раз говорю это базовая модель поведения давайте не путать роли в принципе с поведением если человек живет если он что-то предпринимает чтобы жить он предприниматель а zero zero в своем бизнесе является собственником и он же лепит шарики прикол да за деньги он в том числе зарабатывает деньги следующий вопрос ты на какую работу утром о которой ты говорил с удовольствием встаешь и идешь короба называется корпорация да это кроме работаешь нет эта корпорация называется я это называется корпорации ай лаввис гейм да корпорация имени меня миссией которой является сделать так чтобы люди делающие карьеру были счастливы в своем развитии а более глобальной корпорации во более глобальной миссии корпорации под именем роман дусенко является борьба с безработицей в россии у меня нет вопросов ваша честь спасибо игорь тебе нельзя далеко уходить потому что сейчас мы ром пожалуйста меняемся ролями ты можешь посетить с той стороны тоже есть место познакомишься опять же с аудиторией и у игорь есть возможность и дополнительно 10 минут все-таки мы в его выступления узнали про определение что такое бизнес дело свое и так далее ну и теперь если 10 минут на свое продолжение и потом роман точно также подготовить вопрос если тебе нужен там флипчарк маркер мы тоже тебе все это предоставим третья часть сейчас после вопросов да вот романа игоря чтобы все было справедливо потом будут ваш вопрос для того чтобы не повторяться я постараюсь резюмировать позицию и не займу ваши 10 минут позиция у меня простая и она сформулирована в понятиях которые вы сами определили первое профессия это осознанно выбранное дело дело где ты хочешь чтобы твоя работа превратилась в хобби или хобби превратилась в работу чтобы это было связано с твоим предназначением и дальше генезис карьеры путь жизненный это постоянный переход возможно и состояние работы по найму на кого-то состояние найма на себя но ты всегда работаешь сам на себя с точки зрения и личного бренда и позиционирования и того вклада который хочет увидеть любой работодатель когда ты приходишь к нему на работу и только сочетание того что ты любишь с тем что нужно рынку труда с тем как ты планируешь свою карьеру вне зависимости от формы найма на мой взгляд и является той карьерой который мечтает каждый но возможно в этом не признается поэтому моя позиция простая каждый из нас предприниматель это базовый выбор к сожалению ему не учат школе те вопросы которые рома сегодня задавал очень правильные и рекомендация мечтать хотя бы небольшое количество в день времени абсолютно с этим согласен у нас к сожалению не было такого предмета в школе как осознанность каждый из нас не нашел инструкцию своих розовых голубеньких конвертиках по применению вы нашли когда родились о том как использовать то что явилось на свет нет получается единственный способ на сегодняшний день это начать думать и отвечать каждый день на вот эти вопросы которые рома задавал и дальше как в спорте есть спорт высоких достижений предпринимательства где ты можешь быть собственником корпорации которые ты создал конечно же это связано с рисками но с другой стороны ты можешь это продавать по найму и это может стоить даже дороже работодатели будут готовы это покупать там дальше все зависит от твоей эффективности я считаю что у нас нет спора моя позиция мы все предприниматели и мы все строим свою карьеру спасибо так как мы люди корпоративные у нас есть корпоративная культура кодекс профессиональной этики там все остальное мне бы хотелось тогда игорь сделать так чтобы чуть больше пользы люди получили от моих вопросов или ответов ведь на самом деле когда мы говорим о том что мы руководители например в карьере в корпорации мы одновременно выполняем две роли одновременно мы подчиненные у акционеров и руководители для своих рук двойственных дуализм да на карьеру человека влияет его внутренний мир и внешнее окружение опять дуализм ты как предприниматель работающий в сколков стартап академии тоже в состоянии дуализма ведь ты же здесь не предприниматель как коуч мне бы хотелось по-другому мне бы хотелось чтобы ты раскрыл свою позицию почему ты выбрал самостоятельную карьеру предприниматель что самое главное в нем тебя привлекает почему ты каждый день просыпаешься с радостью почему ты светишься здоровью и энергией что дает тебе этот драйв от твоего предпринимательства я занимаюсь любимым делом я реализую собственное предназначение меня сколкова не наняло работу я здесь по доброй воле и я здесь не зарабатываю денег которые обеспечили мне жизнь но я знаю прекрасно что я могу полезен большому количеству людей находя собственное предназначение очень многие люди приходят к нам стартап академия мутить бизнес в россии есть такое понятие вы знаете да мутить бизнес мы помогаем им заниматься своим делом и это мой вклад внутри коучей у нас каждый коуч за что-то отвечает я отвечаю за то чтобы помочь предпринимателю заниматься своим делом они замутить какой-нибудь еще одну фигню секретов никаких нет я 304 года ты сказал ты занимаешься карьерой я 20 лет этим занимаюсь дело в том что я в корпорации всегда отвечал за создание и развитие команд и поэтому помощь людям в определении своего места и вклад обеспечить в достижении результата это всегда была моя задача внутри команды я понимаю прекрасно сколько сложно в силу того культурного слоя в котором мы живем в силу воспитания людям отвечать на простой вопрос запишите его это будет единственный вопрос который я хочу чтобы когда вы уйдете вы ответили от меня этот вопрос который я вам задам чем вы полезны я на этот вопрос ответил капитализации людей и компаний это мой вклад и я его реализую работая по найму консультируя являюсь человеком садикторов строя свои компании собственной корпорации я делаю и занимаюсь только этим спасибо тебе за вопрос да еще два вопрос я могу сократить так как тоже имею право давай еще один тебе вопрос задам мне очень понравился очень благородные цели скажи мне пожалуйста возможно ли поиск своего предназначения и самореализация в карьере человека который работает по найму и если она возможно нужно ли ему обязательно думать о предпринимательстве и если нужно то что для этого нужно сделать самым дом с чего начать я буду повторяться но я вынужден повторить то что я сказал иначе не будет суммированы ну по крайней мере у тебя похоже в голове позиции еще раз любому человеку нужно ответить на те вопросы которые ты задал и который задал я сейчас в конце один чем ты может быть полезен потому что этот вклад он на самом деле неважно кто ты слесарь ты нашел ответ на вопрос что оказывается ты не просто там пилишь болванки а ты делаешь протон м который нахрен не падает понимаешь разницу между пилить болванку и делать потом он который не падает вот первый вопрос и первый ответ это что ты делаешь с любовью и дальше следующий вопрос как это максимально дорого продать в этом современном мире какой бренд построить что нужно сделать для того чтобы это конвертировать с другой стороны те кто занимается благотворительной деятельностью там считает что она не может быть осуществлена там за деньги за какие-то тоже определенные есть нюанс все равно это занимаешься благотворительностью и даже если ты не зарабатываешь на этом все равно ты как-то живешь и как-то себя обеспечиваешь есть какой-то минимальный условно говоря набор обычно на которой не проживет ни один нормальный человек но это тоже твой выбор выбор который ты сделал осознанно если это так если каждый день счастлив если ты понимаешь что реализуется твое предназначение если это осознанная позиция супер поэтому я желаю вам этого спасибо спасибо но прежде чем перейдем к вопросам в зале пожалуйста тоже по бой на руке что могли микрофон сразу предоставить у кого появились вопросы чтобы выбирать позицию в конце у нас будет голосование как двигаться дальше да то есть по какой даректорной траектории развития вот мы сегодня проводим в бизнес-школе в университете который посвящен именно управлению и как заниматься бизнесом в современном мире и какие для этого навыков нужно обладать поэтому возникает вопрос а вот обучение бизнесу вообще необходимо ли либо это врожден то есть вот причем просто был партнеров училить ли можно ли предпринимательству научиться то можно нет нельзя и потом будет второй вопрос уточняющий поэтому давайте кто переглашает я считаю что безусловно научиться можно объясню почему я являюсь сейчас как апологетом или как бы там сказать евангелистом закинова еще слова то есть формирование развития сотрудники это делаю двух сторон первое я занимаюсь лично с людьми индивидуально с каждым из вас может и захожу в компании через консалтинга проект по созданию системы управления основан на общих ценностях для того чтобы создать такую экосреду в компании в которой человек понимает что это не просто его эксплуатации хотя на самом деле ну как бы в прямом смысле слова слова рамса звучало здесь а что эта часть его жизнь элементом его ценности которые он разделяет ценности компании так вот для того чтобы к этому придвинуться сейчас чуть издалека захожу чтобы было понятно я про предмет расскажу необходимо создать некую эко среду эко среду эко среду основанную на понимание того места человека на примере собственников генеральных директоров на соответствие их слов их поведению параллельно с этим то есть мы говорим то есть чтобы было понятно большинству людей что такое корпоративная культура корпоративная культура это не декларирование ценности это то когда люди живут по ценности так вот а что такое предпринимательство предпринимательство это возможность и смелость человека реализовать свою идею когда это можно сделать когда создана эко среда в стране когда не страшно это делать когда есть некие ценности и примеры успешных людей которые могут показать что это возможно поэтому вы отчасти делать это замечательное дело когда создаются инфраструктуры или эко среда предпринимательства Человек может столкнуться с этой мертвой точкой, чтобы не страшно заниматься предпринимательством. Этому можно научиться. Что нужно для этого делать? Посмотрите на успешные примеры. Поэтому создание экосреды сопоставимой, чтобы в терминах корпорации, похоже на корпоративную культуру в рамках страны, которая позволяет человеку научиться быть предпринимателем. То есть резюмируя «да, можно». Да, можно. Игорь? Я считаю, что да, можно. Спасибо. А если развернуть, то я задавал Рубону Варданяну этот вопрос. Я спросил, как вы относитесь к утверждению, что каждый человек предприниматель? Ну потому что он что-то предпринимает, чтобы жить. Ну то есть вот так. Он сказал, нет. Во всех книжках написано, что это где-то 3-4% опуляции мира. Что это такая сфера деятельности и так далее и тому подобное. Что это так мало людей предпринимателей. Я говорю, а не кажется ли вам, что именно это отношение, вот то, которое вы сейчас подтвердили, именно и приводит к тому, что столько мало предпринимателей? Ну базовый выбор не сделали люди когда-то в детстве. Их не научили быть предпринимателями. Сказали, что это 3-4%, поэтому так. Есть правило 10 тысяч часов, все его знают. Эриксон 25 лет назад его вывел. Если ты хочешь в каком-то деле случиться, как один из высочайших профессионалов, то тебе надо потратить на это, готовым быть инвестированием, 10 тысяч часов, то есть 10 лет. И это правило, оно перечеркивает тему гениальности, а собственно дисциплина и побеждает рано или поздно эту гениальность. То есть если человек занят своим делом. Мой ответ простой. Если ты делаешь выбор в пользу предпринимательства, и ты уходишь за рамки этого понятия, которое написано в словарях, или тебе говорят в книжках, то тогда и случается та возможность, когда рано или поздно ты создашь даже свою закусочную, и она будет помимо того, что является твоим рабочим местом, еще ты там будешь собственным. Только в этом случае это может произойти. Базовый выбор предпринимательства. А научиться этому можно и нужно, потому что профессия создавать свое дело, это тоже определенный род деятельности. Стартаперство – это определенный вид деятельности, которыми нужно учиться, чтобы не мутить бизнес. Ответ такой. Спасибо. Теперь вопросы из зала. Да, прошу. Значит, у нас есть микрофоны. И давайте начнем. Вот, да, девушка. Да, прошу. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Краткой прелюдии к нему, что в моем понимании сейчас как раз тот период, когда очень многие корпоративные сотрудники задумываются, ну, в общем-то, о своем будущем с точки зрения, где я буду в корпорации, я буду в ней ее. И, наверное, это какая-то особенность этого поколения. Например, я в поколении 80-х. Было очень здорово прийти в крупную компанию и развиваться как сотрудник. Если это иностранная корпорация, то это мечта. Сейчас это меняется, к счастью. И у меня вот такой вопрос. Если посмотреть на любую крупную корпорацию, ну, вот Роман, наверное, кому-то будет больше. Есть класс сотрудников, которые, не знаю, троевовые, которые всегда идейные, у которых горят глаза, у которых интересно в силу возраста, в силу особенностей и характера, я не знаю, да. А есть сотрудники, которые, не знаю, там, работают по 15-20 лет. Возможно, у них примерно там есть какое-то движение, но на туманной корпорации происходит карьерная. Но, по сути, мотивации у них особо нет. Ну, условно, приходя к ним к некой идее, чаще всего это может, да-да-да, это интересно, и потом это все спускается куда-то вниз. Вопрос такой, вот в вашем представлении с точки зрения карьерного консультанта. Такие люди, они абуза, с ними что-то нужно делать, от них нужно избавляться. Или есть некий щелчок, да, который корпорация может включить, и эти люди, ну, что-то там могут поменять, да, ну, в своем виде, не своей карьеры. Вот как вы смотрите на это? Спасибо большое за вопрос, я извинюсь. Я вот буквально сейчас, я боялся, что я опоздаю, потому что я провел два дня в академии компании Adidas. И кому интересно, вы можете посмотреть мое интервью с HR-директором компании Adidas на радио Медиа Метрикс. Я зовут Ольга Дайновская. Вот, отвечая на ваш вопрос, я вернусь к первому своему ответу на вопрос Юры. Эко-среда. Не человек такой в компании, не его какая-то проблема в том, что он не активен, его надо активировать. Включать. Вот есть и генеральный директор, который сидит вам плечом к плечу, своей компанией приходит, и всем своим поведением показывает, что для него важно горящие глаза людей, работающих в его компании. Для него важна инициатива, происходящая от самого простого сотрудника, доходящая к нему. И этот сотрудник получает от него обратную связь. А его руководители первый круг понимают о том, что он им сказал, являются не бутылочным горлышком, а двусторонней системой коммуникации. Когда каждый сотрудник понимает, куда идет компания. Когда генеральный директор инвестирует 80% своего времени в то, чтобы рассказывать, что делает компания, какие ее цели, для чего, тогда люди начинают активироваться. Но, как сказал Игорь, давайте перевернем эту статистику, 3-4% людей могут быть предпринимателей, это значит, что 96% люди, которые работают по найму. Но этих 96% разные амбиции. Существует два типа амбиций. Амбиции, которые мы хотим, чтобы нам что-то кто-то дал, вот я хочу взять больше. А вторая амбиция, я хочу отдать больше, или стать лучше. Так вот, если мы сможем активировать через ценности вот этих людей, безусловно, количество людей, у которых будут гореть глаза, вне зависимости, российская компания, иностранная компания, это работает. Но это решение, как я уже говорил, не быстрое. И надо на это инвестировать время, ресурсы, и тогда ты понимаешь, что ты создаешь то уникальное конкурентное преимущество своей компании, которое повторить нельзя. Это люди с горящими глазами, которые работают в твоей компании. Позвольте я добавлю. Во-первых, я согласен с Ромой, что это надо активировать. Первые 10 лет своей карьеры я был палачом. Я буквально мочил людей в надежде на то, что на улице я найду лучше. Но на улице, как оказывалось, точно такие же. Потом я понял, что оказывается, надо просто людям помогать, искать эту кнопку. Где у него кнопка? Последняя корпорация, в которой я работал по найму как HR-директор, я там провел исследование. Я назвал его «300 спартанцев». Я набрал людей из 17 регионов. Корпорация 50 тысяч человек. Энергетика – достаточно консервативная сфера. Я набрал определенную группу из 200 людей. И эта группа состояла из людей возраста от 22 до 54 лет. Это были простые рабочие, слесари, машинисты-обходчики, инженеры. Все. То есть там не было никаких топ-менеджеров. У меня была базовая гипотеза, что если этих людей погрузить в определенную среду и сформировать определенные привычки, то они перейдут в предпринимательский режим работы, значит, повысится их повлеченность, значит, повысится производительность труда. То, о чем вы спрашиваете. Оказывается, это возможно. Потому что эти люди из 200, точнее, из 188 человек за 30 дней, каждый день они работали, дошло 164 до конца, но их руководители, по которым я потом сделал срез и провел социологическое исследование, сказали, что у них в разы увеличилась производительность труда. Они стали меньше работать и больше делать. То есть это возможно. А вот в реалиях России именно в ваших... Это было в реалиях России. Это вообще, ну, условно там, какая доля компаний, которые этот подход практикуют? Это самый правильный вопрос. Хотел сказать другое слово. Хотя... Это правильный вопрос, детка. Ну, извини. Значит, это очень правильный вопрос, потому что самое большое ограничение любой системы, самое главное ограничение любой системы это личность создателя. И самое удивительное, что как только ты повышаешь осознанность людей, как только они переходят в предпринимательский режим поведения, ты должен избавиться от ментальности жопа-часы. Тогда в этом случае только они высвобождают этот потенциал, эту энергию направляют на повышение производительности труда. Если культура остается в режиме во сколько ты пришел, во сколько ты ушел, нифига не работает. Как правило, корпорациям это не надо. Поэтому я понимаю, что лучше создавать свою корпорацию или свои корпорации. У вас очень правильные вопросы, спасибо за них. Я буквально секунду добавлю. Все зависит от осознанности первого лица. Если нам удастся включать эту осознанность первого лица, автоматически включится у всех остальных. Поэтому можно делать все то же самое и в корпорации. Да, у нас еще вопросы. Вот целый столик, несколько вопросов. Здравствуйте, еще раз. Меня Денис зовут. Я корпорат. Не в костюме так получилось. Не всегда я так хожу. Вопрос у меня на самом деле к вам обоим, потому что вы оба сделали один и тот же шаг. Вы ушли из корпорации, где вы работали в найме, вопрос о теме нашего дебата, в собственное дело. Мы сейчас не говорим, а предпринимательство. У меня вопрос такой. Вот на ваш взгляд, у каждого из вас в индивидуальность. Когда тот момент, когда нужно сказать, все, я готов, что для вас послужило вот этим челчком? Почему вы ушли из найма, ушли в собственное дело? Я не ушел из найма. Еще раз. Если вы не поняли мою идею, она простая. Ты сам себя нанимаешь на работу. Ты сам себя увольняешь с работы. Не надо ждать, когда тебя пнут со стула. У меня сегодня был разговор с моим клиентом, который приходит ко мне на карьерный коучинг, как это модно называть у Романа. Дело в том, что мы с ним разговаривали год назад о том, чем он занят. Просто отдыхали вместе. Он сказал, ну там, понимаешь, туда-сюда, в Курске, завод-прибор, все дела. Я говорю, супер, а что будет, если тебя уволят? Он, ну, я не знаю. Мы встретились через полгода, я задал еще этот вопрос. Сегодня он мне позвонил, его уволили. Еще раз, вы сами себя нанимаете на работу, сами увольняетесь с работой, неважно, кто владелец этой компании. Я работаю по найму сам у себя в своей компании, в компании жены я являюсь экспертом, не генеральным директором, но со собственником. В Большом пенсионном фонде Виксельберга я являюсь членом совета директоров и еще много любой другой активности. В той области деятельности, где я осознанно выбрал свое дело, где я могу внести максимальный вклад. Меня нанимают как консультанта. И сегодня, правильный вопрос был, там, 80-е, не 80-е, сегодня эра интернета. Ты можешь вообще находиться на Гавайях и работать работу на 7 миллиардов людей на весь мир абсолютно без проблем. Поэтому ответ мой, я в 13-м году принял решение так жить окончательно. В 7-м году первый раз сделал это. Рекомендация основная, чтобы так произошло, постараться поработать своим собственным капиталом. В корпорации есть замечательная тема. Бонусы, гарантированный доход. Рассчитав достаток, вычтят, и формируя капитал, ты в какой-то момент можешь себе заработать ту свободу, которая позволит начать так жить. Когда тебя увольняют, и у тебя привычки другие, то тогда, к сожалению, ты опять ищешь работу. Такой ответ. Я правильно понял. Вы создали подушку, и потом за счет нее смогли свободу. первый раз, первый миллион долларов я потратил не на то. Я купил джель, хренель, еще что-нибудь, арель. То есть, как бы, это был тупой юношеский поступок. Много часов, много трусов и так далее. Я отвечу в принятых нашей корпоративной среде термин. По-простому. Смотрите, я вспоминаю свою карьеру, так как вопрос был лично ко мне. Я сначала занимался бизнесом, потом я получил некий критический момент, когда, вот есть вообще отличная книга, почитайте ее, на самом деле, критический момент. Я потом точно не помню, погуглите. Критический момент. Значит, критический момент количество знаний, полученных мной, путем учебы в американском университете, второе, высшее, президентская программа, и так далее, и так далее. Я понял, что в том маленьком бизнесе, которым я делал, я не могу их реализовать, мне надо нечто другое. Я зашел получить карточку банковскую в отделение банка и искал, собственно говоря, что тут у вас так все не очень-то хорошо устроено. Он говорит, ну приходи и сделай. Ну я, собственно говоря, пришел и сделал на 15 лет в банковской отрасли, начиная карьеру от заместителя управляющего до пофису 08-14 города Комсомольска на Амуре до председателя правления, член садикатуры, со владельца банка вот здесь уже в наших краях. Второй момент. Опять произошло следующее. После того, как мы банк продали, произошло некое накопление знаний. Я поступил с Колково и появился критический момент накопленных знаний и опыта, который бы мне захотелось отдать другим людям. В рамках корпорации это всего лишь одна корпорация. Когда я хочу отдавать знания и умения построения карьеры, это другая. Это не в прямом смысле как бы бизнес. Это больше просветительская деятельность, имеющую цель, гуманитарную, гуманистическую цель, как бы сделать так, чтобы люди, работающие по найму, в карьере, получали удовольствие, были счастливы в своей работе. Я не совсем, наверное, точно не видел, но ответ мой, когда накапливается критический момент либо знаний, либо опыта, либо денег, когда вы можете себе позволить и попробовать, как, что это такое свобода. Опять же, на секунду, еще когда проект, буквально новый, мы понимаем о том, что происходит в будущем, проект и прогнозы Курцвейла, в Google, наверное, все читали на 80 лет, если нет, почитайте, что со временем понятие наемный труд исчезнет. Мы будем консультантами для многих компаний, потому что это невыгодно содержать такого профессора, как вы, в одной компании, а интернет, как сказал Игорь, позволяет работать и обслуживать множество компаний. Все гораздо страшнее. Автоматизация и роботизация превратят нас с вами в овощи. Не всех. Потому что нашу работу, ну, может быть, не нашу, а наших детей уже будут делать роботы. Самый главный вопрос, что вы будете делать, когда вам ничего не надо будет делать? Окей. Значит, про критическую массу накопленных знаний и про школу Сколку было сказано. Я просто ставлю заметку. Product Placement. в том процессе, что мы тоже находимся в бизнес-школе Сколку. Еще вопросы? У нас есть. Девушка, может? Да, поймите рука. Да, давайте. Добрый вечер. Можете мне объяснить, я немножко не поняла, чем отличается предпринимательство от бизнеса или предприниматель от бизнеса? Это, скорее всего, к нему. Все равно. Как противная, да, ответ ничем. ничем не отличается. Отличается, потому что эти два понятия разведены. И поэтому мы постарались, отвечая на то, что это значит, прийти к тому, что это одно и то же. Вообще все равно. Ну, по большому счету, сначала, когда вы задавали вопрос, я подумал, ну, блондинка. Но в вашем случае это не так. Это одно и то же. Это комплимент и факт. Спасибо. Еще есть вопрос, да. Добрый вечер. У меня вопрос один к Роману, один к Игорю. Роман, вопрос, вы все время говорите, что там зависит от первого лица, от директора, от директора, от директора. А как быть в тех компаниях, где множество каких-то акционеров, вот Игорь там про Газпром говорил, да, кто в Газпроме условно должен определить, кто эффективен, кто неэффективен, когда какие-то акционеры одни, какие-то акционеры другие, директор сам наемный, да, когда вся компания наемная, кто должен решить. Они все, в принципе, одинаковые абсолютно люди. Не знаю, или вы ответите, может, тогда. Я могу ответить, Ром, как. Я сейчас буквально две секунды. В любой компании, независимо от количества акционеров, есть представление о том, что хочет компания. Если компания нанимает генерального директора, она дает ему право заниматься операционной деятельностью. То есть, он есть право формировать некую операционную деятельность. А кто эта компания? Если там 5% максимальный пакет акций, как бывает у иностранных компаний, кто это? Причем здесь акции. Есть генеральный директор, который реализует стратегию компании, принятую советом директоров. Совет директоров не зависит от количества акционеров. Он просто нанимает, то есть, члены совета директоров номинируются, но они в результате, функция совета директоров разработать стратегию движения компании, которую потом генеральный директор притворяет в жизнь. Это правило корпоративно, но правило единое во всем мире. Поэтому, если акционеры и совет директоров понимают, что им нужно включать людей, то они принимают такую стратегию на глобальном уровне, которую SEO или генеральный директор внедряет в жизнь. Но он тоже должен быть заинтересован в том, чтобы эта среда работала. Если он не заинтересован, знаете, это можно примерно так сказать, сделать и так, чтобы он больше не слышал об этих проблемах. Вот если генеральный директор так говорит, то он, конечно, о проблемах не услышит, потому что они будут просто спрятаны под коврю до тех пор, пока по этому ковру ходить невозможно. Так если он тоже наемный человек, получается, нет смысла об этом слышать. Правильно это? Вы подменяете, я не могу понять, что за счет. У меня есть ответ. Давайте. Первое. Если компания, как, например, «Газпром», где фактически Владимир Владимирович Путин является главой государства и одновременно государство является главным собственником, то, соответственно, эта иерархия под ним определяет то, что происходит с компанией. С другой стороны, есть понятие лидер. Ну, то есть, может такое быть, что компания, ну, например, акционерное общество, где множество акционеров, как было приведено, и она нанимает генерального директора. Как правило, как Рома сказал, есть совет директоров, которые определяют стратегию, член совет директоров, как правило, генеральный директор и является, и это уже руководство к действию команды, под которую формируется, соответственно, под стратегию эта команда. Есть еще один вариант, который называется «Никто не сказал, куда идти». Тогда возникает то понятие, которое я назвал, называется «лидерство». И именно от этого одного человека будет зависеть, куда пойдет компания. Вполне может оказаться, что компания пойдет вообще не туда, куда хотели бы отдельно взятый акционер. Но именно от силы личности этого человека, от его амбиций будет зависеть то, чего добьется эта компания. Поэтому ответ нелинейный. Все зависит от конкретной ситуации. В конкретной компании есть государственная структура, где группа лиц реально определяет, каким образом и что происходит. Не самые эффективные модели. Самая эффективная это конкурентная среда, корпоративное управление и нанятые люди реально на задачу, которая называется достичь этой стратегии. Я понял. Тогда к вам вопрос. Почему вы, когда рассказываете о предпринимательстве, вы рисуете такие достаточно радужные картины и не говорите правду о том, что на самом деле такое предпринимательство? Вот для каждого конкретного человека, который там не заработал миллион долларов на джель, вот как там девушка встала, говорит, я там думаю, куда бы мне пойти предпринимательство. Почему вы, знаете, показывать красивые картинки и слайды людей, которые заработали миллионы, всегда легко, а показывать тех, кто там разорился и вынужден где-то на стройке отрабатывать миллионные долги, вот это вот очень тяжело, но оно гораздо больше дает знания предпринимательстве тем, кто всерьез им интересуется. Почему вы не говорите правду? Я готов прислать, во-первых, если есть где-то, где сказать, что я обманул, пожалуйста, готов ответить за свои слова, я не считаю, что я не сказал неправду, это первое. А мне вы сказали, что человек, который работал по найму, будет работать хуже или лучше, если он будет собственником. Я говорю, что базовая история это поведение, поведение это сумма привычек, если ты в жизни такой, то дальше твоя эта компания или не твоя стиль поведения у тебя будет одинаковый. Мы можем эту тему долго полемизировать, это моя позиция, я имею на нее право, но где я обманул? Я сказал свою позицию. Потому что компания вас ограничивает в любом случае. Секундочку, всегда есть ограничения, всегда в жизни есть ограничения. Еще раз, мне важно убедиться, я просто хотел перепровериться, что я не обманул, я сказал свою позицию, могу спорить до усрачки на эту позицию. Значит, то, что касается радужности и нерадужности по поводу пути, кто сказал, что путь радужный? Если интересно кому-то, какой путь я прошел, пожалуйста, я вам запишу свой электронный адрес, вы можете мне сбросить просто, Игорь, пришли, автобиографию? Это, кстати, отличное упражнение, которое позволит вам отфильтровать людей, которые пришли к вам отсосать денег от людей, которые готовы, нет, ты можешь за моей спиной ходить и делать... Вот мой адрес I, G, M, A, R, Роман, D, Роман, Дмитрий, собака, Mail.ru. Значит, плюс вы можете меня... Денег на корпоративный этот хороший не хватило у предпринимателя? Я пользую тот же самый телефон, который купил 20 лет назад и тот же самый электронный адрес, который создал первый раз в своей жизни. Я не занимаюсь популяризацией. Значит, еще раз, если интересно, лично у меня какой путь я прошел, то я готов прислать. Это для того, чтобы было понятно, что не все так было радужно. А если в принципе сказать, вот эти 10 тысяч часов 10 лет, я не зря привел это исследование. Любой из нас с вами должен быть готов, еще раз, по найму, не по найму, на самого себя, какую вы примете для себя стратегию и решите сами. Готов для того, чтобы быть лучшим в этом, чтобы в том числе зарабатывать, инвестировать в эту деятельность 10 лет. И в этом случае нужно понимать, что там будет колбасить, все не будет сладко, будешь должен ошибаться и так далее. Не бывает так, что раз, все получилось, вжих и все произошло. Вот и все. У меня тоже было все не просто так. Я приехал из Киргизии в 93-м году, нас выберли из этой страны, я ее люблю, тем не менее, это моя родина. И дальше было много всего. Я знаю, что такое кушать только картошку. Все хорошо. Так, у нас еще несколько вопросов. Так, три вопроса. Раз, два, три. Я уже микрофон. Да, вот микрофон уже есть. Давайте по этим вопросам поймем. Остальные будут уже в режиме личной консультации, чтобы остальных не задерживать. Добрый вечер. Меня зовут Папаин Алексей. Спасибо, ребята, за интересную дебат и дискуссию. У меня вопрос такой, вот как понять, предприниматель ли ты? Попытаясь объяснить, что я имею в виду, я сам по себе такой жесткий корпорат, но я в своих корпорациях проработал в двух компаниях, у Александра Павловича Смоленского и в «Газпромовской дочке» в одной. И я во всех своих корпорациях, которых работал, я везде жестко подпринимал. И так получалось, что я доходил до уровня геройного директора и упирался в потолок. То есть я подпринимал, что-то реализовывал, подпринимал, что-то реализовывал. Человек делал постоянно, да? Давай сделаем это, давай сделаем это, давай сделаем. Пока мне говорили стоп. Стоп, стоп, стоп. И в 2015 году я уже начал задумываться о собственном деле, но что-то держит. Я вот никак не могу понять, где моя точка, вот эта активация. Сейчас я на хорошем, на таком этапе. Я вот для себя определил и для меня вот даже дата показательна, потому что я родился 18 апреля. Я верю в цифру 18, я такой какой-то. Сегодня 18 апреля, я пришел сюда, чтобы определиться, все-таки предприниматель ли я, куда качнуться. У меня есть предложение от крупной корпорации, 10 тысяч сотрудников, кормяющих десятки, миллион людей по всей России. И есть предложение от известного в России предпринимателя, который говорит, давай делай, вот дело. И есть тема, есть идея, и она меня как бы заряжает. Я не совсем понимаю, куда качнуться. 18 мая стартует программа «Старклодская деятельность». Это мой отец. У спикеров может быть другая. Как понять, как вот нащупать, вроде подприниматель, с другой стороны и управленец. Спасибо тебе огромное за вопрос. Но мне понравилась позиция Юры. Он в самом начале сказал, что я буду адвокатом «Дьявола». Как он может выступать адвокатом, если он директор «Стартап Академии» Сколково? Ладно, если серьезно, ты предприниматель, первое. Раз. Второе. Предпринимательство, еще раз, это некий стиль жизни, поведения. Предпринимать, делать, достигать результаты и так далее. Ты говоришь, я руководитель, я способен приводить к результату команду. Аллилуйя, замечательно. Таких людей крайне мало. Лидеров, которые способны брать ответственность, создавать команды, достигать. Ты предприниматель, лидер, руководитель. Значит, если тебе надо получить лучшие условия, либо в первом, либо во втором случае, контракта, либо по найму, если вдруг окажется, что все-таки 10 тысяч людей, кормить и так далее. Или получить условия лучшие у того человека, который тебе предлагает сделать совместный бизнес и получить там долю в этом бизнесе. Давай я тебе помогу, нет проблем. Я тебе помогу сделать так, что он сделает лучшие условия. Ответь на вопрос людям. У кого-то еще такое. Он предприниматель, я ответил. Я добавлю свои 5 копеек. Я тебе отвечаю, они будут счастливы. Вопрос другой. Мне кажется, он очень просто. Действительно. Что такое страх? Это боясь каких-то негативных изменений, которые могут прийти в твою жизнь. В случае, когда ты генеральный директор, то ответственность за твою жизнь в целом, как бы, за твою семью лежит на компании. И это нормально. Это абсолютно нормально, потому что ты продаешь свой профессионализм. Ты знаешь, как достигнуть результата. Ты умеешь это делать. За это корпорация тебе дает эвакуат на плане. По второй стороне, тебе нужно будет признать и взять ответственность на самого себя. Да. И вот вопрос готовности взять ответственность. И как правильно сказал, и я это тоже проходил, и банкротство. Ну, сейчас, к счастью, у них 90-е, нас раньше били. Некоторых убивали. Некоторых убивали. В этом смысле мне повезло, да. Поэтому вот здесь вот есть такой момент. Он может быть. С точки зрения корпорации у тебя прекрасная карьера и выйдя с этой пойдешь следующую, следующую, если хочешь. Или в стартапах один. Смотри, ответственность от слова ответ. Я не согласен, Рома, с тобой, что если ты устроился на работу в корпорацию, то кто-то за твою жизнь взял на себя ответственность. Это конченный бред. Соответственно, еще раз, ты отвечаешь за свою жизнь, это твой выбор. Пойти работать в корпорацию или воспользоваться предложением, соответственно, того человека достойного, да, который тебе говорит, давай вместе сделаем бизнес. И в том и в другом случае будет защищенная позиция, если ты придешь туда с позицией на переговоры. Ты, с одной стороны, возьмешь цели на достижения которых ты способен по предыдущему опыту, а с другой стороны получишь долю в бизнесе, конкретный оклад и конкретный бонус за результаты в годе работы. А в долгосрочке ты можешь сразу получишь долю в бизнесе. Это будет твой бизнес, твоя компания. Я готов тебе помочь это сделать. И еще буквально последнюю каплю в бочку дегтя. Когда тебе кто-то предлагает пошли со мной, сделаем дело, то предприниматель он, а не ты. Вот когда ты создаешь свое дело и кого-то будешь звать в себе, тогда предприниматель ты. А так ты, получается, тоже наемный предприниматель для решения кого-то. Спасибо. Так, отличный кейс разобрали нашего будущего студента. Да, еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я тоже из Киргизии, но по поводу польен на мельницу романа все-таки. Есть такая фраза, что предприниматель пойдет на любое преступление ради 500 процентов прибыли. Как какой-то умный дядь как-то сказал, для 300. Поэтому я хотел бы спросить тем людям, которые сомневаются переходить в предпринимателя, именно по этой причине. Что вы можете сказать, каждый из вас? И вообще считаете ли вы это так на самом деле, или все-таки предприниматель может быть кристально честным, порядочным человеком своя деятельность? Я продолжу, именно исходя из того, о чем мы говорили до этого. Это твоя ответственность, каждого из нас. Рома давал задание написать пять ценностей, каждый из нас в своей, или в договоренности со своей совестью действует. Делать эти 500 процентов, вопреки чему-то или нет, выбор каждого. Абсолютно реально. А почему нет? Если ты сам делаешь выбор, если ты это будешь делать, если я буду его делать. Каждый из нас, делая выбор, делает его в ту или иную сторону, занимая светлую или там темную сторону. В чем вопрос-то, если это выбор каждого? Еще раз, это уже нюансы. Тебя может, или, извини, кого-то из нас может переехать трамвай в районе Сколково, если он будет ходить. Кто-то может не проснуться утром. Еще раз, сахар белый, вода мокрая, много чего происходит. Но выбор каждый момент делает каждый из нас. Тут нет понятия предпринимательства или непредпринимательства. Своровать на работе, взять болт или ручку или еще что-нибудь, это тоже те же самые 500 процентов. В своем роде. Каждый из нас делает свой выбор. Каждую секунду времени. Это вообще не про предпринимательство или непредпринимательство. Это, в принципе, про моральные качества, про ценности. Я буквально хочу сказать следующее. Когда мы смотрим на людей, зачастую нам кажется, что он такой красивый, накачанный, весь в татуировках. На самом деле, это хорошо. Но мы не знаем его внутренний мир. На самом деле, через что он прошел? И это очень сложно, говоря о том, что, говоря о всех предпринимателях, так же, как обо всех. Но я хочу сказать следующее. Я, например, здесь склонюсь на сторону предпринимателей. Что такое предприниматель в моей вселенной? Это тот человек, который самостоятелен. не в смысле, не в смысле, что мы корпораты, не в смысле. Нет. Это тот человек, который сам решил делать свое дело. Именно на этих людях, в принципе, зиждется цивилизованное общество. Они свободны в выборе своей жизни, в выборе своей профессии и в выборе той страны, в которой они живут. Они свободны в выборе того политического строя, в котором они живут. Чем больше предпринимателей будет, я тоже за это радую, тем лучше наша родина, наша страна, любимая моя страна, будет жить лучше. Вопрос другой. Опять же, возвращаясь к своему самому первому вопросу. Какая экосреда в компании? Какая экосреда в стране? Если мы видим разные фильмы о разных высоких людях, которые на самом деле показывают нам, что их поведение расходится с декларируемой ценности, знаете, есть такое понятие супружеские ценности. Кстати, кто в браке? Каждый из нас когда-то говорил кому-то, что будет любви, верности и все остальное. Но факт, я не имею в виду вас, конечно, подтверждают несколько обратное. Поэтому, вот когда в стране наступит такое, что там и говорят, и делают одинаково, и это транслируется для всех, тогда не будет вопроса, что кто-то готов приступить к закону за 300-500 праведей. пациентам. Окей, спасибо. Вопрос у нас еще есть. Я извиняюсь, но я не могу согласиться с одним, ну, с многим я не могу согласиться из того, что в принципе прозвучало, но с одним я не могу согласиться в принципе. Свобода – это выбор каждого. Ответственность – это выбор каждого. Говорить о том, что предприниматели свободнее, чем непредприниматели, даже если уж представить себе, что есть такие, это, Ром, еще раз, ну, это какой-то сюрреализм, на мой взгляд. Каждый человек приходит в этот мир, как минимум, свободным, дальше выбор его. Если от формы найма вдруг зависит свобода, ребята, какие-то проблемы у вас в жизни? Отлично. мы его подогреваем. Будет вопрос задавать? Да, да. Хочу сказать большое спасибо Игорю и Роману. На самом деле, ваши позиции, они, это две стороны, одна медаль. Глобально, если смотреть, можно быть предпринимателем в компании, можно быть предпринимателем для самого себя. Это выбор действительно каждого. У меня был философский вопрос, на самом деле, до того момента, пока Игорь не сказал, что мы все в будущем будем овощами. Но тем не менее, я его все равно повторю. Я тут задавался одним вопросом, изучал, да, и вот если не погружаться в детали, наша Вселенная, это с момента старта, то есть рождения, регулярно и усложняется, и в то же самое время частицы объединяются в нечто более сложное. Вот. И если переводить это все, это закон Вселенной, да, если переводить это все на простой язык людей, на бизнес, на работу, все говорит о том, что мы тоже все, все наше общество идет к объединению, да, то есть к объединению, это можно либо в корпорации, либо там корпорация предпринимателей, да, вот в будущем, что это вообще будет замечательно. У меня вот следующий вопрос. Как вы видите будущее нашей страны, да, то есть с учетом вот этой тенденции к объединению, будет ли это больше корпоративный, да, это тогда путь, вот о котором говорит Роман, в котором будут работать светлые предприниматели, либо это будет больше, там отдельные какие-то предприниматели в нашей стране. Понятен вопрос? Вопрос понятен, но ты сразу и позицию какую-то озвучил, а я считаю, что вопрос очень глубокий, и когда я учился на практику, у меня здесь в Сколково, я задался этот вопрос, я считаю, что если не случится очередной войны, там, третьей мировой какой-нибудь, то каждая страна, каждый этнос, даже в большей степени, чем страна, должен все-таки сформулировать свою полезность и вклад как этнос. И вполне может оказаться, что наша страна скажет, что мы, ну условно, духовная какая-то Мекка, хотя слово Мекка имеет определенную географическую привязанность, тем не менее, то есть мы родина духовности, и может быть вполне так и есть. А с другой стороны, мы обладаем определенной огромной территорией, где можно построить современные города по тем технологиям, которым мы не обладаем, и разместить на этой территории другие государства в том виде, как они сегодня есть. Для того, чтобы те транзакционные потери, которые человечество испытывает, а это огромные потери, можно было сократить. Поэтому мое видение, если не будет войны, то мое видение, что наша страна сможет объединить на своей территории все государства мира, реализовав свое главное предназначение, которое называется духовность изначально. У нашего народа. И толерантность тоже. Спасибо. Я присоединюсь. Просто такие слова, великий Игорь Курстов. Ты присутствовал при этом моменте. Философский вопрос. У нас еще есть краткосрочный, но помимо прогноза на 50 лет, еще что делать завтра, 18 мая же, да? Да, 18 мая. И что делать через месяц. Давайте еще два вопроса, и будем закругляться. Есть ли микрофон? Куда? Вот, да, первый ряд. Илья, у тебя есть еще? Если нет, то да. А вот еще возле колонны молодой человек. Я вот еще первый ряд, у Илья, вот еще будет финальный вопрос, да, и будем закругляться. Да, прошу. Добрый вечер. Хотелось для начала выразить благодарность за столь замечательный тренинг, мастер-класс. У меня на самом деле два вопроса вот к вам обои. Для начала Игорь к вам. А как собственник вы, скажем так, достаточно строго, так показательно разделили наемных сотрудников от, соответственно, от предпринимателей. Тем не менее, будучи собственником, на вас работают такие же сотрудники по найму и такие же, грубо говоря, люди, которые отрабатывают жоп-часы. Вот ваше отношение, получается, к своим сотрудникам, оно такое же, то есть вот, грубо говоря, вот у меня там есть люди, которые вот их сами отсиживают. Или же все-таки к своим у вас какой-то иной? У меня, во-первых, нет такого деления на предпринимателей и на сотрудников. В моей философии, еще раз, все предприниматели. Дальше у каждого есть свой вклад, своя полезность. И в своих компаниях, и не только в своих компаниях, в компаниях, которые готовы к такому разговору, к такому формату разговора. Например, компания «Лента», один из пяти лидеров российской торговли, сейчас так строит разговор со своим лидерским составом. Я буквально закончил работу на программе «Лента лидер 2.0». Там, где про осознанность, изначально про вклад каждого, строятся дальше уже разговоры про карьеру. Поэтому у меня в компании и в принципе в моей жизни нет этого разделения, и я исповедую такой путь. Путь предпринимательства, а формат отношений, как он структурирован в трудовом договоре или не в трудовом договоре, это десятое дело для меня. Соответственно, отношение людей к этому зависит от того, насколько я смог их вовлечь в эту философию. По большому счету так. Окей, спасибо. Теперь к вам, Роман, вопрос такой, что мы определили такое понятие, с которым вы согласились, что карьера это путь профессионального развития. Не считаете ли вы, что настолько динамичная вот эко-среда российских реалий как раз именно максимально продуктивно с точки зрения профессионального критического опыта с точки зрения вот именно начинать с предпринимателем и набираться вот этого критического опыта? То, что это намного более продуктивно, нежели чем, соответственно, ролик в какой-то одной функции. Мне трудно объяснить или вот трудно для самого себя принять, что более продуктивно и что менее вот в безотносительных категориях. Но я попробую рассказать, как я это себе представляю, то есть как с учетом информационного шума, как я воспринял ваш вопрос. Я воспринял вопрос примерно следующий, что лучше ли попробовать себя предпринимателем, нежели оставаться в карьере, правильно? Скажем так, разносторонность и глубина критического опыта с одной стороны наемный сотрудник, который выполняет по большому счету одну функцию, одну роль, и с другой стороны предприниматель, который по большому счету сталкивается ежедневно с огромным проблемами разного спектра. Я понял, спасибо. Я буквально забегаю чуть-чуть к тому вопросу, который отвечал Игорь. Если бы, например, мы говорили о той карпании, например, я бы проповедовал идею, что все предприниматели, то я, наверное, бы, когда работал с людьми, я работал бы с предпринимателями, а не с наемными сотрудниками. То есть у меня не было бы с ними трудового договора, а были бы какие-то другие отношения, возможно, опционные или какие-то еще, если я верю в эту идею. Это просто мое мнение. То есть если у нас присутствует понятие трудовой договор, то есть работа по найму. От этого мы никуда идем, это все понятно. Можно, на мой взгляд, и нужно. Есть, знаете, очень важный постулат в жизни. Гораздо лучше попробовать и, например, сказать, что-то и порадоваться, что получилось или расстроиться от того, что не получилось, чем не пробовать и потом сожалеть о том, что ты не попробовал. Ведь на самом деле мы когда с Игорем встретились неделю назад и сидели здесь на стульчиках возле баннера Сколкова и снимали видеоприглашение для вас, мы подумали, что ведь на самом деле не надо ставить вопрос и ли, или карьера, или работа. Вы можете оставаться прекрасным специалистом в своей области, работая в той любимой компании, ценности, которой вы разделяете. И у вас может быть критически накопленный уровень знаний, опыта или полезности, тот вопрос, который Игорь всем нам адресовал, который вы можете трансформировать в какой-то бизнес-идею. А может быть, вы просто по духу предпринимателя, я все же разделяю эти два понятия, и вы увидели, вот в моем понятии предпринимательства это удовлетворение спроса, который есть на рынке, в последствии предложения этих услуг, в этот данный момент, когда спросились, вы увидели какой-то момент и притворили его. Вот вопрос, как смочь, чтобы не было глобальных таких сильных проблем с точки зрения отработки на рудниках долгов миллионов долларов, все остальное, вот как это сделать? Здесь надо поучиться. Я здесь приветствую, как бы мне кажется, как раз тему Юрину, в этом смысле, он здесь у нас третий спикер, что нужно поучиться. Учиться можно, вы знаете, есть два раза, можно учиться по книгам, это будет тоже результат, а можно учиться у тренера. Вот я это, на самом деле, у олимпийского чемпиона тренер не всегда олимпийский чемпион, зачастую не олимпийский чемпион. Но почему здоровые дядьки, такие как Игорь, слушают какого-то небольшого приземистого, такого коренастого дядьку, ну с добрыми глазами, почему? Почему они слушают тренера? Потому что он знает путь к победе, его задача раскрыть талант, потенциал, показать вот это движение, дорогу. Поэтому в случае, когда вы хотите ставить предпринимание, нужно, чтобы кто-то вам показал, как это делать. Или по книжкам, или чтобы гарантированным успехом кто-то, кто это умеет делать. В этом случае, наверное, Игорь умеет делать, Юра умеет делать. Я умею строить и научить, как сделать карьеру. Вот, на мой взгляд, это такое. Извини, я... Спасибо, спасибо. Извини, Юр, полсекунды. Значит, ты спросил, на ты, мы не в Петербурге, ты спросил, что лучше, Пурген или активированный уголь? В данном случае, если болит голова, ни то, ни другое. Вот, есть понятие, карьера это путь. Ты задал вопрос абсолютно корректно. Это некая карьерная траектория. И у каждого человека сегодня он находится в какой-то части этого карьерного пути. И то, о чем сказал Роман, тренер, не тренер, какой-то следующий человек, который прошел этот путь, он может посмотреть и подсказать, как бы лучше было бы эту карьерную траекторию достроить, с учетом тех 10 тысяч часов, которые ты бы уже прошел. А вот, как бы предпринимательство, не предпринимательство, как бы мы с вами не определились с этими понятиями сегодня, это не панацея. Важно смотреть, а у тебя какие показания. Если голова болит, не надо Пурген. Финанский вопрос, друзья, и будем завершать. Спасибо большое за презентацию. У меня вопрос следующего характера. Буду эгоистом, расскажу о своей ситуации. У меня ситуация несколько другая. Я работаю в потрясающей компании, мне нравится, удивительный менеджмент, очень интересная работа, мне вообще компанирует все, что делает эта компания. У меня есть свой бизнес, который мне тоже очень нравится. И как вот рассказывал наш предыдущий человек, который задал вопрос, я уперся головой. Я понимаю, что с одной стороны бизнес теперь нужно масштабировать, потому что модель хорошая, успешная работа. с другой стороны я не хочу уходить с работы, потому что мне безумно нравится то, что я делаю, мне безумно нравится, что на работе ценят то, что я делаю. Это безумно кайфово. Давайте я отвечу с точки зрения корпоративного менеджмента, а Игорь попытается, как всегда, сказать мне что-нибудь, что я говорю не так. Просто скажем 18 мая, что мы будем повторять. 18 мая, это же будни, а будни для работы в любимой работе. Итак, с точки зрения корпоративного управления у вас явный конфликт собственника и SEO. То есть, с точки зрения, я не смотрю ваш корпоративный конфликт, а вот именно где вы предприниматель. И там вам нужно сделать выбор. Либо отдаться этому самому, либо найди человека, которому можно отдаться. Который приведет вашу компанию туда, куда вы хотите. Но для этого вам четко нужно знать, куда. передача вот этого знания от вас к нему, чтобы он ее повел туда. Как всегда, ты можешь... Ты прав. Но. Или и. Тебе точно надо прийти и учиться на практику. Лично тебе. Почему? Потому что у тебя уже есть бизнес, и ты, скорее всего, хочешь добавить ноль с правой стороны. То есть, как бы перескочить уровень. При этом, ты примешь решение все-таки ты будешь совмещать эти стулья или не будешь, как раз, когда ты дашь себе такую возможность. Возможность ты можешь дать, ты просто можешь инвестировать свой отпуск, разделив его там понедельно на 4 месяца. Это такая идея была у меня, я ее реализовал в прошлом году. То есть, одна часть твоего ответа или ответа на твой вопрос. Вторая часть, очень важная, тут как раз, с чем с Ромой согласен. Нужно пересмотреть свою позицию. Вот, позиция, наемный сотрудник, даже сам у себя, например, я генеральный директор в своем бизнесе. Возможно, для того, чтобы ты стал получать немножко другой уровень удовольствия от этого бизнеса, это понять, что такое позиция собственника, например, в том числе, председателя совета директоров, и это окажется для тебя следующим уровнем, который будет держать тебя в потоке, и ты будешь ловить кайф. Тогда придется действительно найти того человека, который способен удержать компанию и довериться ему, потому что... Просто удержать, а продвинуть ее вперед. удержать без начала, потому что первое, что тебя волнует, это удержать, потому что то, что ты достиг, естественно, как любой человек, который владеет бизнесом, ты, естественно, боишься потерять то, что ты достиг. Это нормально. Но с другой стороны, есть не успокоенность, хочется больше. Это предпринимательство. Добро пожаловать в наши виды. Коллеги, ну, спасибо большое нашим спикерам. Я думаю, по одной минуте мы дадим какого-то финального слова на пусты, чтобы вы пожелали нашим участникам. За это время на пусты, пожалуйста, просьба, раз сегодняшнее мероприятие, правильно сказал, полностью оплачено стартап-академией, у вас есть анкеты, пожалуйста, их заполните. Если вы на них что-то записывали для себя важное, сфотографируйте, сохраните заставку на телефон, что могли это использовать. Сзади зажглась не случайная информация про то, что мы каждый четверг проводим приемную комиссию. Если у вас есть вопросы по программе, у вас есть прекрасный консультант, который готов на них ответить. Если у вас есть вопросы по своему дальнейшему карьерному бизнес-пути, вы готовы поделиться этими вопросами с бизнес-школой Сколково? Каждый четверг в 10 утра можно записаться. Если вы где-то общаться лично с нашими спикерами, я думаю, у вас будет такая возможность Игорь уже предоставил контакты, я сайт Роман тоже открывал, уличная информация есть. Роман, заключительное слово и также для Игоря. Я для того, чтобы закончить наш вечер на такой замечательной позитивной ноте, я расскажу одну любимую притчу. К счастью, мне повезло, в рамках учебы в Сколково мы ходили на базовый лагерь Ревереста, трекинг. И это было невероятно тяжелое, такое серьезное испытание, но я не о нем, потому что у меня там есть много других историй, которые не очень подходят сегодня к этому вечеру. Я расскажу историю, когда мы спустились живые уже, минус 10 килограмм, это нормально, и поехали отдыхать с моим другом на юг Непала. Мы пришли на слоновую ферму и смотрим, огромные слоны такие стоят, там гуляли, у нас сафари было, и этот слон, такой здоровый, нога его привязана вот какой-то железяки такой там, как-то тоненькой веревочкой. Мы такие смотрим, подальше от него. А ты че отходишь? Так, говорит, он сейчас эту веревку порвет, там наступит. Да нет, пойдем, я тебе покажу. Берет, мы за руку, подходит. Смотри, там слонята в другом вольере, привязаны той же самой веревкой, но для них она реально такая, серьезная. Сколько бы он ни дергал, он ее порвать не может. Когда слон вырастает, он понимает, что веревка на самом деле та же самая. В его сознании она до сих пор его держит. А на самом деле достаточно его такого несколько усилий, и она порвет. Я очень хочу, чтобы те веревки, которые держат вас в рамках нереализованных карьерных амбиций, нереализованных поступков и проверок своих гипотез не держали вас. Подумайте о том, что на самом деле нет ничего невозможного и в карьере, и в бизнесе, и в предпринимательстве. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня инвестировали это время и надеюсь, что вы провели его с пользой. Я просто хочу поблагодарить вас за возможность потренироваться, потому что для меня то, что я делаю, это и сегодня ту возможность, которую вы мне скорее предоставили потренироваться, это мои 10 тысяч часов. На пустыни никаких давать не могу, потому что каждую вы можете свои на пустыни скорее мне дать. Я просто хочу пожелать вам, чтобы вы были счастливы. Это самое главное, ради чего мы пришли в этот момент. Спасибо. Спасибо. Ну что, кредит. Спасибо. Спасибо, что были феномены. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.